Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Мы видели, как с цветом нашего флага приходили маленькие дети, нарисовав флаг России на листке бумаги к нашим посольствам, где стихийно формировались вот такие вот живые, от сердца идущие мемориалы. Как они приносили игрушки, как они приносили цветы, как родители приводили к российским посольствам своих детей и рассказывали им о той трагедии, которая постигла нашу страну и наш народ. Для нас ценно, а я бы сказала по-другому, для нас бесценно каждое слово, каждый знак солидарности, каждое проявление сочувствия и каждый решительный жест, который демонстрирует безоговорочное неприятие терроризма как метода. В десятках городах по всему миру и не только рядом с нашими посольствами, а в общественных местах, в общественных заведениях возникли мемориалы памяти жертв трагедии в Крокусе. Я уверена, они не станут временными. Какие-то из них разберут, а какие-то останутся навсегда. В память о погибших люди несут цветы, свечи к российским загранучреждениям. Все скорбят вместе с нашей страной, сочувствуют нашему общему горю. В знак солидарности с Россией траур был объявлен в Никарагуа, Республике Сербской, Боснии, Герцеговине, Абхазии. Совет безопасности он осудил теракт в Красногорске и почтил погибших минутой молчания. Члены Всемирной Организации призвали все государства активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности, причастных к этой страшной трагедии. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш после первоначального, довольно невнятного заявления, которое было сделано якобы от его имени сотрудниками секретариата, затем самым решительным образом лично осудил нападение. Примечательная реакция стран коллективного Запада. Я напомню, погибли и пострадали сотни мирных граждан, среди них женщины и дети. Это квалифицировано однозначно как теракт. Как же отреагировали изначально страны так называемого коллективного Запада? Они начали подбирать слова для того, чтобы уйти от прямых оценок, для того, чтобы никаким образом не дать понять, что они измеряют, что они квалифицируют трагедию в нашей стране по тем же самым стандартам, по которым оценивают самих себя. Но что произошло потом, более чем знаково. Поняв, что реакции мирового большинства иные, они осознали, что отсидеться, отмолчаться, играть словами у них уже не получится. Англосаксы и их европейские союзники начали выдавать скупые слова осуждения террористов. Причем пошли по проторенной, так называемым делом Скрипалей, новичку с северными потоками дорожки, не дожидаясь не то что итогов расследования, а даже маломальские проверенные официальные информации, они тут же нашли виновного. Да, обвинять Россию на этот раз им было просто не с руки. Они поняли, что тогда станут настоящими мировыми изгоями. Поэтому за них это сделал киевский режим. Никому бы не пришло в голову, что в эти минуты, в эти дни кто-то может возложить ответственность на нашу страну за ту горе, которая ее постигла. Но нашлись такие люди. На банковой. Называется режим Зеленского. Киевский неонацизм. Хорошо проплаченный. Хорошо вооруженный. Поддерживаемый на протяжении многих лет политически информационно-коллективным западом. Соответственно, ему этот коллективный запад и делегировал сделать эту в очередной раз грязнейшую работу. Возложить вину на нашу страну. Сами же западники поменяли в течение суток свои заявления о том, что наблюдают, еще не готовы сделать соответствующие оценки. Или просто опечалены на слова осуждения терактов, на слова поддержки и соболезнования жертвам. А также, как я уже сказала, виновного нашли в виде террористической запрещенной организации ИГИЛ. Я напомнила для тех, кто вдруг забыл. В подготовке очередной диверсии против нашей страны, вот буквально на днях, буквально недели две тому назад, признались высокопоставленные офицеры Германии. Это следовало из опубликованной аудиозаписи их переговоров на четверых. Это высокопоставленные, находящиеся у власти представители вооруженных сил Германии. Они, друг с другом разговаривая, обсуждали, как лучше изничтожить российскую гражданскую инфраструктуру. Речь шла о Крымском мосте. Сегодня мы о нем поговорим подробнее. После этой записи, после ее публикации, никто в Берлине так официально и не смог объяснить своим согражданам и всему международному сообществу, а, собственно говоря, на каком основании сегодня ФРГ считает возможным на государственном уровне обсуждать диверсии, теракты и экстремизм, который должен был быть совершен как раз-таки чужими руками, как они это и планировали, на территории других государств. Мы сегодня также поговорим о реакции международного сообщества все эти годы на террористические акты, которые совершал режим Зеленского. Поговорим подробнее. Так вот, для того, чтобы отвести подозрения от этого самого коллективного Запада, от Вашингтона, Лондона, Берлина, который буквально прямым текстом обсуждал, как я уже сказала, возможное совершение террористических актов на территории нашей страны, Парижа и других натовских стран нужно было им срочно найти хоть что-то, хоть какое-то объяснение. Поэтому прибегли к ИГИЛ, вынули, так сказать, этот козырь из рукава. И буквально спустя несколько часов после теракта англосаксонские медиа, мейнстримовые, CNN, New York Times и многие другие, начали распространять именно эти версии. Главный смысл которых сводился к одному. Во всем виноват ИГИЛ. Якобы так следовало из материалов западных мейнстримовых средств массовой информации. Еще в начале марта США получили соответствующие данные о том, что одно из подразделений, одно из крыльев этой организации планировал теракт в Москве. Но опять же крайне трудно поверить в то, что у группировки численностью по данным ООН несколько тысяч человек есть такие разветвленные возможности. И самое главное, это даже если они и есть, все-таки нужно дождаться расследования. Было бы, но нет. Мы в очередной раз увидели вот эту самую смычку западного политического истеблишмента, включая специальные службы, с их западными же средствами массовой информации. Много внимания на страницах средств массовой информации Запада уделялось и личностям исполнителей этого варварского преступления. С акцентом в первую очередь на то, чтобы посеять межнациональную рознь, для того, чтобы стравить, настроить народы друг против друга. Какой знакомый почерк, какой знакомый колониальный почерк. Как хорошо он узнается, к сожалению. Схемы вбрасывания в информационное пространство дезинформации и методички возвращают нас к временам последних десятилетий. Эта тактика неоднократно отрабатывалась. Прозвучавшие из Вашингтона по горячим следам слова представителя Белого дома Кирби вызывали недоумение не только за рубежом, но и внутри Соединенных Штатов Америки. Первым делом он заявил, что необходимо получить больше информации о произошедшем, чтобы сложить дословно пазл воедино. Казалось бы, вот оно разумное. Нужно дождаться результатов хотя бы каких-то первичных экспертиз, результатов допросов, результатов работы следственных органов. Но нет, спустя буквально пару часов пазл, видимо, в Белом доме сложился окончательно. И Белым же домом вместе с Госдепартаментом было заявлено, прямая цитата, что Украина к этому отношения не имеет. Конец цитата. На основе каких данных, на основе какой информации они сделали такой вывод, совершенно непонятно. Понятно только одно. Они начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться. Потому что все прекрасно понимают, что никакого самостоятельного киевского режима без западной финансовой поддержки, военной помощи этому режиму просто нет. На вопрос о том, знали ли Штаты о нападении заранее, Кирби, представляя Белый дом, сказал, что нужно спрашивать Госдеп. То есть вы представляете, вы только вдумайтесь. Это же очень важно. Когда нужно было ответить на вопрос о том, кто стоит за терактом в России, Госдепу, Белому дому, потребовалось всего лишь каких-то там, я не знаю, пару часов. И они тут же сказали, кто же в этом виноват. Когда Белый дом спросили, а передавал ли этот самый Белый дом администрация Байдена, американское разведсообщество, соответствующие материалы официально в Москве, они не смогли ответить на этот вопрос. Они сказали, что журналистам нужно обращаться в другие ведомства. Как же это так получается? Это же зона вашей ответственности. Это ваша компетенция. Это то, что связано с вашими действиями. Почему же за свои действия вы не готовы отвечать за то, выписать рецепт о том, в чем вы абсолютно не разбираетесь, учитывая, что у вас нет фактов на руках. По крайней мере, вы же не сказали, что они у вас есть. Вы готовы моментально. Хотел бы напомнить, что 7 марта американское посольство призвало своих граждан не ходить в торговые центры. То же самое сделали и посольства других натовских стран, что свидетельствует о том, что их спецслужбы располагали некая информация о возможных трактах. Не осталось с нами незамеченной явная синхронизация соболезнований представителей западных властей с заявлениями из Вашингтона. Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата. Выделились, конечно, власти некоторых натовских стран. Вот, так сказать, новичок в НАТО, Швеция. В первые часы после атаки власти в Стокгольме ограничились кратким комментарием о том, что они дословно следят за развитием событий. И лишь уловив общую тональность, Стокгольм высказался более подобающей ситуации, выразил соболезнования. В том же ключе поступили и официальные лица, например, Молдовы, которые буквально выдавили из себя скупые слова лишь после жесткого осуждения оппозиционными политиками и русскоязычной диаспоры. Это причем власти Молдовы, чьи граждане там могли бы быть. Граждане не только по паспорту, но по национальности или по связям родственным. И власти в Кишиневе не смогли найти слов сочувствия. Министр иностранных дел Литвы Ландсбергес вообще выступил за предельным по своей сути сообщением. Он сказал, не будем терять фокус. Вы не фокус можете потерять. Вы не хотите терять прицел. Это да. Но тогда так и надо говорить. Отмалчиваться пытались представители Ирландии, Канады, Новой Зеландии, оттягивая свою реакцию буквально до последнего. Ну, как я уже сказала, режим Зеленского единственный, кто обвинил Россию в причастности к теракту в Крокусе. Потом они начали говорить, что их не так поняли и они не то хотели сказать. Да нет, мы все так поняли. И мы зафиксировали это. Мы сохранили все те видео, все те аудио, все те скриншоты, сообщения, которые были размещены в эти часы в интернете и появлялись на телевидении. Мы же видели, как официальные лица, представляющие киевский режим, совместно с теми, кто называют себя украинскими журналистами, а на самом деле являются даже не пропагандистами, теперь они уже просто трубадуры террора, часами сидели в прямом эфире в интернете и разглагольствовали о вине России и непосредственно руководства нашей страны в связи с терактом под заголовком «Москва убивает своих собственных граждан». Ничего себе! Напомним, что финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами длится давно. Ни год, ни два и даже не пять. Это же началось тогда еще, при администрации Обамы, когда вице-президентом США был тот же Байден, который сейчас является президентом Соединенных Штатов Америки. В течение 10 лет Украина руками Запада превращалась в центр распространения терроризма. Несмотря на устроенную украинскими пропагандистами буквально пляску на костях, люди всех континентов, как я уже сказала, выражают соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, всемирно осуждают эту страшную террористическую атаку против невирных граждан. Еще раз повторю, мы признательны всем тем в мире, кто не остался безразличным перед лицом теракта в Крокус-Сити-Холл. Мы благодарны главам государств и правительств, руководителям органов власти различных стран, международным организациям, некоммерческим структурам, религиозным объединениям и неравнодушным гражданам за сочувствие в связи с этой ужасной трагедией. В такие моменты проявляется истинная натура человека, хотя чудовищные, человеконенавистнические реплики украинских профессиональных певцов терроризма терялись в потоке сопереживания. Этими своими действиями и заявлениями адепты киевского режима вновь продемонстрировали глубину своего морального падения и нацистской звериной сущности. Об этой жуткой стороне современного оголтелого неонацизма на Украине, построенного на ненности ко всему русскому. Западный медиа-мейнстрим своим зрителям не рассказывает. Они не становятся объектами карикатур. Они не вызываются на ковер международных правозащитных организаций. Они, кстати говоря, не подвергаются культуре отмене. Вот за эти свои жуткие заявления и слова «нет же» им обещают еще больше денег. Для чего? Для того, чтобы, как сказал Джордж Буш-младший, они убивали еще больших русских. Потому что, как развивали эту мысль уже представители Белого дома и нынешней администрации Байдена, это хорошая сделка. Ну и, конечно, я не могу не сказать о том, что было в Вильнюсе 24 марта. Там вооруженный ножом неизвестный подбежал к нашему посольству и разбил несколько лампад у стихийного мемориала памяти жертв теракта в Крокус-Сити-Холл. И при этом он на литовском выкрикнул вот эту самую нацистскую украинскую кричалку со словами «Слава!» и так далее. Только вместо Украины был ИГИЛ. Но он же слышит, что говорят в Белом доме. Запрещенная в России террористическая организация еще раз хотел бы напомнить. Нападавший смог скрыться после появления на месте совершенного преступления председателя полиции. В чем это все свидетельствует? Это свидетельствует о том, что борьба с глобальным терроризмом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества, а не под прицелом натовцев. Россия поддерживает все усилия по противостоянию террору, осуждает его во всех формах и проявлениях, где бы ни совершались террористические акты. Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо. Министерство иностранных дел России глубоко скорбит вместе с родными и близкими погибших, а также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Уверенная, что все причастные к террористическому акту будут установлены и понесут заслуженное наказание. Не поленитесь, зайдите на аккаунты Министерства иностранных дел в социальных сетях. Там можно оценить масштаб проявленной во всем мире солидарности. Как простой человеческой, так и соболезнования официальных лиц глав государственных и политических ведомств других стран. Фотографии стихийных мемориалов, импровизированных мест памяти, видео, сводные ролики, все это можно найти в том числе в телеграм-канале Министерства иностранных дел России. Спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто сделал эту трагедию частью собственной судьбы, проявив свою человечность, не остался в стороне. Мир скорбит, мы это видим. Эта трагедия коснулась и непосредственно сотрудников Министерства иностранных дел. К нашему огромному сожалению среди погибших в Крокусе оказалась Татьяна Алексеевна Репина. Она работала специалистом первого разряда в Департаменте лингвистического обеспечения. Мы глубоко скорбим вместе с ее родными и близкими. Ну и, конечно, еще одно высказывание, которое стоит особняком. Речь идет о заявлении главы МИД Эстонии. Мы о русофобском начале многих политических деятелей данного Прибалтийского государства, как и других Прибалтийских государств, говорим регулярно. Мне сложно это цитировать, но я это сделаю. На сайте Внешнеполитического ведомства Эстонии был опубликован следующий комментарий. Вчерашнее нападение на концертный зал в Москве, говорится в официальном сообщении МИД Эстонии, ясно показал, что режим в России ориентирован, опять же, подчеркну это слова, эстонского МИДа, на завоевание соседних стран и организацию гибридных операций вместо заботы о благополучии и безопасности собственного народа. Дальше эстонский МИД начал зарываться еще глубже и отметил, что это не первый случай в истории, когда российское руководство использует, как было там сказано, теракты в Москве с жертвами среди мирного населения для оправдания своей военной политики. Ну, я еще раз говорю, что, конечно, переплюнуть Зеленского никому не удастся, но это заявка. Это, безусловно, так. И ведь вы посмотрите, опять же, разослана методичка по, условно говоря, отстающим. Отстающим вообще, в принципе, в своем развитии. Кто такой, в принципе, мог озвучить? И кто же среди них? МИД Эстонии? Сам Зеленский? Это из одной категории лиц, которые способны были это вербализировать или под этим подписаться. Но они буквально так, вот этими словами, характеризовали трагедию в Москве. У нас и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла, совести у главы МИД Эстонии. Однако его последние заявления вызывают вообще вопросы о том, насколько он адекватен и все ли у него с головой в порядке. Потому что у Зеленского не все в порядке со здоровьем. Мы говорим регулярно и говорим, почему. Потому что он находится в глубочайшей зависимости от психотропных препаратов и запрещенных средств. А вот МИД Эстонии стоило бы тоже проверить своего руководителя, попросить, чтобы он сдал анализы после того, как он сделал подобное заявление. Я хочу сказать, что в самой Эстонии люди выражали настоящее сочувствие и сопереживание нашему народу. Они несут цветы к посольству России. Кстати говоря, в странах Прибалтики делают это вне зависимости от того, что их запугивают или им это делать запрещают. Мы глубоко это ценим. Спасибо вам. И еще из разряда удивительного мы обратили внимание на опубликованное в социальных стексте заявление генерального секретаря Международной организации уголовной полиции, то есть Интерпола, Юргена Штока. В этом сообщении говорилось о готовности оказать поддержку в расследовании теракта в Крокус-Сити-Холл. Что это означает? Это означает, что генсекретарь Интерпола в качестве руководителя этой структуры от лица всего мирового полицейского сообщества подтвердил незыблемость фундаментальных принципов организации, которые, собственно говоря, сформулированы в ее уставе. Именно статья 2 устава Интерпола призывает к обеспечению развития как можно более широкого полицейского сотрудничества. И в этом смысле координация информационного обмена по раскрытию и расследованию преступлений является ключевой задачей Интерпола. Поэтому было бы странно не получить такое заявление от организации. Но, и вот на это я хотела бы особо обратить внимание, хотелось бы понять, насколько слова Юргена Штока соотносятся с противоречивым и очевидно наносящим ущерб международному полицейскому сотрудничеству решению исполнительного комитета организации от 2022 года. То есть ровно 2 года назад Интерпол принял решение о введении ограничительных мер по обмену данными в отношении Российской Федерации. А я напомню, мы являемся одним из ключевых участников Интерпола. Вот что-то из этого неверно. И стопроцентно эти два решения, эти два заявления противоречат друг другу. Мы, безусловно, поддерживаем то, что было сказано сейчас Юргеном Штоком относительно того, что необходимо и организация готова оказать поддержку в расследовании путем обмена информацией. Прекрасное, соответствующее уставу Интерпола заявление. Но тогда Интерполу нужно сделать что-то со своим заявлением от 2022 года? Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается с Западом в политическую игру. Главной целью которой является отключение Российской Федерации от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации. Я хотел бы напомнить, статья 3 устава запрещает организации любое вмешательство в деятельность политического характера, что позволяет ей связывать правоохранительные органы 196 стран-членов даже при отсутствии дипломатических отношений. Ну и непосредственно о ситуации на Украине. Но начнем мы опять же с ситуации вокруг Крокос-Сити-Холла. Как я уже сказала, практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта. Потом втянулись в общий мировой хор и западники, кроме одной страны. Только одна страна на нашей планете пошла противоходом. Не уверена, что можно говорить о стране и о государстве. Все-таки давайте говорить о киевском режиме. Мало того, в украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Кстати, вопрос к американским интернет-гигантам и платформам. До сих пор не решились удалять человека ненавистнические посты, которые призывают убивать русских? До сих пор считаете это нормальным? Вы же, получается, солидаризируетесь с теми террористами, которые убивают в зале мирных граждан, в зале театра, на концерте. Вы же делаете то же самое, только в информационной среде. Более того, вы же все эти годы, я обращаюсь опять же к американским интернет-платформам, вы же все эти годы мотивировали экстремистов к тому, что если даже убивать нельзя, то русских можно. Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляет кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийства граждан России, русских, русскоязычных. Это очень опасно, особенно если вспомнить о тех многочисленных кровавых преступлениях, которые современные бандеровцы совершили против мирного населения Донбасса и других российских регионов. Об этом мы тоже поговорим сегодня подробнее. Буквально молниеносной была реакция режима Зеленского. Он сначала поспешил откреститься от этого преступления, неуклюже пытался переложить вину за него на Россию и ее руководство. Он прямо начал распространять какие-то обвинительные речи в адрес России и ее руководства в контексте теракта. Делалось это настолько топорно, что мысль об украинском следе стала буквально укрепляться в массовом мировом сознании. Вспомните, это ведь говорило не российское руководство, и не Министерство иностранных дел России, и не российские спецслужбы. В первые дни то, что происходит и происходило в Крокус-Сити-Холле, увязывалось с Украиной не нами. Об этом говорил сам киевский режим, хотя его, по-моему, никто и не спрашивал. И, конечно, Вашингтон с Лондоном. И распространению увязки способствовали сами западные кураторы киевского режима. Вашингтон и Лондон буквально в первые часы после теракта принялись как мантру утвердить о непричастности Украины, безапелляционно разглагольствовать об ответственности террористов запрещенного исламского государства. Вот это все и называется. О навареи шапка горит. Ранее украинские спецслужбы, СБУ и Гурминобороны Украины неоднократно, публично признавались в подготовке и совершении резонансных терактов против России и ее граждан. А теперь у меня вопрос. Почему же тогда Вашингтон и Лондон не считали нужным откреститься от этих терактов? Почему же тогда они говорили о том, что киевский режим переходит к границе? Почему же тогда они не остановили помощь военную, материальную, политическую, информационную, моральную киевскому режиму? Но нет, они этого не сделали ни разу. И сегодня мы приведем конкретные цитаты. 25 марта с новыми откровениями выступил глава СБУ Василий Малюк. Он поведал о детали громких убийств и покушений на видных общественно-политических деятелей России и Украины. Среди них блогер Владлен Татарский, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, писатель Захар Прилепин, работники местных администраций в ДНР и ЛНР, многие другие. И вы знаете, как это называется? Это вообще-то называется явка с повинной. Ведь прямым текстом представитель, официальный представитель киевского режима, силовик, заявил о причастности своего режима к убийству людей, мирных граждан. Как отметил 26 марта в интервью телеканалу «Россия-1» директор ФСБ России Александр Бортников, прямая стата за терактом в Крокос-Сити-Холле стоит Киев, чьи спецслужбы готовили окно для перехода границ Украины и планировали встречать террористов как героев. Мы убеждены, что все имеющие отношения к этой трагедии лица будут установлены и понесут самое суровое наказание за содеянное. Это вопрос правоохранительных органов. Но есть вопросы наши. Если у кого-то еще остались сомнения, а мы получали огромное количество вопросов накануне брифинга, о том, что киевский режим мог совершить подобное, планировал и много лет осуществлял подобные вещи, и мало того, был пропитан этой идеологией, давайте вспомним их заявление вот так, в виде прямых цитат. Да, список огромный, мы выбрали несколько. 24 февраля 2022 года бывший ИО-президент Украины, экс-секретарь СНБО Турчинов, прямая цитата. Еще раз. Турчинов заявляет о том, что они готовы уничтожать Русню где только можно. Бить Русню нужно не только в Украине, как сказал Турчинов, но и за ее пределами, на территории России. Это было официальное его заявление. 19 мая. Официальное, я имею в виду, никто его не опровергал. Он сам его не опровергал. 19 мая 2022 года. Советний главы Офиса президента Подоляк. Прямая цитата. Я за то, чтобы, сказал Подоляк, в Харьковской, Луганской, Донецкой областях вообще забыли слово русские. 22 августа 2022 года. 22 августа 2022 года. Посол Украины в Казахстане в Рублевске. Прямая цитата. Стараемся убить их русских, говорит Врублевский, как можно больше. Чем больше, говорит Врублевский, мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все. Конец цитаты. 7 декабря 2022 года. Ну, теперь уже бывший, но на тот момент действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов. Прямая речь. Давайте вспомним, говорит Данилов, что все эти годы говорили киевские власти и их западные кураторы. А, извините, прошу прощения. Прямая речь Данилова. Россия должна исчезнуть с карты мира, как военно-политический субъект. 13 декабря 2022 года. Секретарь Совета национальной безопасности тогда, опять же, Данилов. Прямая цитата. Все будет пылать и гореть, пока не сгорит вся Москва. Конец цитаты. 18 мая 2023 года. Советник руководителя офиса президента Подоляка. Опять же. Прямая цитата. Да, говорит Подоляка. Украина ненавидит вас, россиян. Мы будем преследовать вас. Это руководитель офиса Зеленского. Всегда и везде Украина достанет каждого из вас. И не важно, как именно, юридически или физически. Конец цитаты. 21 мая 2023 года. Начальник главного управления разведки и минобороны Буданов. Прямая цитата. Это люди с видоизмененной психикой. Ну, естественно, речь идет о россиянах, русских, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности. Справедливая ответственность в нашем понимании, говорит Буданов, то есть киевского режима. Только физическое устранение. Конец цитаты. 3 июня 2023 года. Опять же, Данилов. Прямая цитата. Недобиткам, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике и на Украине. Конец цитаты. 15 июня 2023 года. Советник, руководитель офиса президента Подоляк. Опять же, прямая цитата. Существует один план. Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян. Конец цитаты. 14 июля 2023 года. Главнокомандующий вооруженных сил Залужиной. Ну, все они на тот момент были в должностях. Прямая цитата. Это наша проблема. И нам решать, говорит Залужин, как убить этого врага. В войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры побоятся применять свое оружие, мы, говорит Залужин, будем убивать своим. Но только столько, сколько нужно, говорит опять же Залужин. 2 августа 2023 года. Опять же, Данилов. На тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мы, говорит Данилов, с Польшей объединены общей европейской историей, миллионами родственных, дружеских связей и единственной целью. Это слова, вы вздумайтесь, официального лица киевского режима, не просто, который занимается всеми вопросами национальной безопасности. Еще раз повторю. Мы с Польшей объединены, говорит Данилов, общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей и единственной целью уничтожения московского чудовища. Конец цитаты. 15 марта 2024 года. Зеленский, прямая речь. Сегодня были важные военные совещания, определили самые уязвимые места врага, говорит Зеленский. Те, где мы можем, теперь внимание, нанести ему наибольший вред. И будем, говорит Зеленский, наносить, чем больше российское государство будет терять, и чем больше цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны. Конец цитаты. Это несколько цитат, прямых, которые подтверждают намерения киевского режима и его персоналей убивать русских, русскоязычных и изничтожать везде граждан России, нанося таким образом урон, ущерб, как они это формулируют нашей стране. Но смысл один. Физическое уничтожение, с точки зрения киевского режима, русских, русскоязычных и граждан России. Они видят это в качестве основной своей цели и задачи. Причем все это началось задолго до 2022 года. Но одними лишь словами власти Украины никогда не ограничивались. Они долгие годы активно использовали и используют методы террора в отношении политических, общественных деятелей, журналистов, как в своей стране, так и в России. Кстати говоря, не только в России. Под их террористическим ударом пали в том числе и представители журналистского сообщества других стран. Просто несколько примеров. 15 апреля 2015 года у дверей своей киевской квартиры был убит бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Калашников. На следующий день, 16 апреля 2015 года в Киеве около своего дома был застрелен журналист Бузина. Убийцы до сих пор не понесли ответственность. 20 июля 2017 года в Киеве в автомобиле был взорван известный российский и украинский журналист Шеремет. 31 августа 2018 года в Донецке в результате приведения в действие заранее заложенного взрывного устройства погиб глава ДНР Захарченко. 20 августа 2022 года в Москве убитый журналист и политолог Дарья Дугина. ФСБ России установило причастность СБУ к этому убийству. 6 марта текущего года предотвращена попытка подрыва автомобиля основателей телеканала «Серград» Малафеева. 2 апреля тогда же в Санкт-Петербурге убит военкор Татарский. По данным следствия взрыв, в результате которого погиб журналист, был организован украинскими спецслужбами. 6 мая в Нижнегородской области в результате подрыва автомашины ранен писатель и публицист Захар Прилепин. К акциям террористического характера, не имеющим никакого военного смысла, относятся и две атаки на Крымский мост. 8 октября 2022 и 17 июля 2023 года. Нельзя забывать о непрекращающихся обстрелах городов и сел Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. В актах ядерного терроризма в отношении Запорожской, Курской атомной электростанции. Представители киевского режима всех мастей этим гордятся, отчитываются и под это просят западных кураторов еще больше денег. И много лет на сайте того самого как бы миротворца публикуются данные о том, кто является с точки зрения киевского режима законной целью на уничтожение. А потом напротив фамилии убитых, взорванных, застреленных ставят соответствующие значки, цинично закрашивая крестиком ту или иную графу с именем. Уничтожили, галочку поставили, гордятся. Принцип киевского режима. Что же наши западные, светочи демократии и прав человека. Когда-нибудь, ну найдите мне хоть одну цитату. Прямым текстом они осудили подобное. Когда-нибудь они отдернули Зеленского и всю эту шайку. И не только Зеленского, и тех, кто был до него. Нет таких цитат. Ни я не нашла, ни вы не найдете. Оглушительное молчание западных кураторов, которые только выдавали деньги и оружие Зеленскому. Зато они никогда не стеснялись поддерживать киевский режим. Вот в мае 2022 года премьер-министр Бельгии, например, КРО, прямая цитата России, представляет непосредственную угрозу для безопасности НАТО и всего европейского образа жизни. И раз, денежки киевскому режиму. 28 сентября 2022 года, госсекретарь Блинкин. США не возражают, чтобы Киев наносил удары по территориям, которые находятся в составе Российской Федерации. И раз, денежка капнула. Капнула на телефон Зеленскому. 19 марта 2023 года. Министр Европы и иностранных дел Калана. Ну, имеется в виду французский министр, бывший иностранных дел. Что она сказала? Необходимо помогать Украине оставаться на позиции их силы, что заставит Россию осознать тупик, которым она оказалась в военном и дипломатическом плане. На месте России военное положение, говорила Калана, самый надежный путь к достижению мира. И хоп, денежка капнула на телефон, опять же, Зеленскому, на Банковой. 23 апреля 2023 года. Президент Франции. Ну, он что-то уже не наговорил. Макрон, прямая цитата, наша цель, говорит Макрон, помочь Украине сопротивляться, теперь самое главное, любыми средствами. Не позволить России победить, не дать этому конфликту расшириться. Что это, как ни призыв Макрона к киевскому режиму идти в том числе на экстремистские террористические преступления? Ведь он же говорит любыми средствами. 15 марта 2024 года, да, и самое главное, он же под это деньги собирает. Он же собирает Макрон, буквально с шапкой ходит по всем и собирает эти деньги. На что? На то, чтобы киевский режим любыми средствами, как он говорит, не дал России победить. 30 мая 2023 года. Экс-глава Мидбритании Джеймс Клеверли, но на тот момент был действующим. Украина имеет законное право, с точки зрения британцев, защищать себя. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ. Но, говорит Клеверли, она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину. Но они же прекрасно понимают, они знают, что из себя представляют и вооруженные силы, и система обороны Украины и так далее. Они же прекрасно понимают, какими методами они подталкивали киевский режим все эти годы действовать. Методами терроризма, методами экстремизма, убийства простых мирных граждан, разрушения инфраструктуры гражданской. Ну и я считаю, да, и вот еще 31 мая 2023 года. Представитель кабинета Германии Штефан Хеберштрайт, прямая цитата. Это правительство Германии считает легитимными удары ВСУ по объектам на территории России, оружием украинского производства. И он также дал оценку не собственно атаки украинских беспилотников на Москву, но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными. Потому что они идут по гражданской инфраструктуре, то, что это и есть терроризм, как он, собственно говоря, и прописан, представитель кабинета Германии не сказал. Ну и я считаю, что шедевром и одной из, на мой взгляд, принципиально важных цитат, которые вообще характеризуют позицию Запада, и в том числе, потому что она была сделана, я имею в виду, это было заявление, было сделано буквально накануне атаки на Крокус-Сити-Холл, является заявление бывшей премьер-министра Британии, бывшей Минодел Британии, и еще она там 20 должностей сразу занимала за последние 10 лет, даже перечислять их не хочу. Лист раз. Что она сказала? Дословная, прямая цитата. Это, это больше, чем цитата. Это доказательство вовлеченности англосаксов вот в эту самую террористическую деятельность киевского режима. Я хочу, сказал Элистрас, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и, внимание, всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия и так далее. Вот вам и все. Всевозможные тактики. А какие они еще есть? Именно такие террористические. И далее к украинскому кризису. Украинские неонацисты не прекращают обстрелы российских городов. 20-24 марта в результате ударов по населенным пунктам Белгородской области погибли 5 человек. 33 человека, в том числе один ребенок, получили ранения. 24 марта киевский режим осуществил самый массированный обстрел Севастополя. Погибли 2 человека. 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Серьезно пострадала гражданская инфраструктура, в том числе более 65 многоквартирных и частных домов, несколько социальных объектов, объекты газоснабжения, более 40 автомобилей. Все эти злодеяния тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Причастные к ним лица будут обязательно установлены и привлечены к ответственности. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собираемых Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. В ДНР суд приговорил десятерых боевиков неонацистского формирования АЗОВ к разным срокам решения свободы. Всего они с 7 марта по 15 апреля 2022 года вели минометный обстрел жилого массива на западной окраине Мариуполя, что послужило причиной гибели и ранения нескольких гражданских лиц. Никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания, не будут установлены и ответят по всей строгости закона. Прошедшее 19 марта 20-е заседание контактной группы по оборонному содействию Украины, как это называется, в формате Рамштайн, стало самым слабым с точки зрения результатов. Большинство западных представителей приехали на встречу, как отмечали сами же киевско-режимные, с пустыми руками. Только ФРГ и Нидерланды выразили готовность передать ВСУ вооружений и военной техники на 500 миллионов евро и 350 миллионов евро соответственно. В Киеве, привыкшем к бурным потокам разного рода помощи, это вызвало раздражение. 21 марта Зеленский назвал объем артиллерии, которую получила Украина от союзников, унижением для Европы. Ему вторил вице-премьер Стефанишина, она 22 марта посетовала, что в январе-феврале текущего года в страну поступили только 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства. А опять же заявила Стефанишина, что военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата Рамштайн, более чем 50 странами мира Украина вообще не получила. Так потому, что все больше стран, все больше политических деятелей понимают, кого они спонсируют и на что они дают деньги. На терроризм и на экстремизм. И об этом мы начали говорить. Я понимаю, что это вряд ли когда-нибудь повлияет на глобальный пересмотр редакторской политики в западных средствах массовой информации. Но это же так, ведь мы же об этом говорили до марта 2024 года регулярно и проводили такое количество фактов, свидетельствующих о террористической деятельности киевского режима, что не замечать их могли только те, кто замечать не хотел. Перспектива остаться с пустым кошельком пугает режим Зеленского. Он без западной помощи. Само собой, ничто и никто. На фоне дискуссии в Европе о направлении войск ряда стран ЕС на Украину в Киеве уже стали готовиться к встрече иностранных инвесторов. Потому что именно так они рассматривают свой бизнес-проект с точки зрения военно-политической, возможно, их стоило бы назвать интервентами. Но на самом деле, учитывая, что именно Вашингтон все время называет ситуацию вокруг Украины и киевский режим хорошей сделкой и выгодным вложением в убийство русских, то, конечно, это, видимо, приедут туда инвесторы. 20 марта Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал правительству в рамках борьбы с советским прошлым переименовать в стране 5 городов и 104 села. Вот заживут, конечно, после этого. Вот так Червоноград Львовской области предложено называть в честь унята-коллаборациониста Шептицкого. Я напомню, кто такой Шептицкий. Это тот самый, который от всей, ну, сказала бы, души, вряд ли она есть, от всего сердца поздравил тогда, в те годы Гитлера, по случаю оккупации нацистами 19 сентября 1941 года в столице Украинской ССР. Портовый город Южной Одесской области решили переименовать в Порт-Анинталь. Что же это такое? Так когда-то называлось близлежащее к нему село немецких колонистов. Село Надеждовка Одесской области по замыслу этих идеологов переплатится в Шампань. Судя по всему, новые украинские коллаборационисты, по примеру своих предшественников, готовятся встречать французских и немецких солдат, которых, очевидно, разместят в населенных пунктах с благозвучными их уху названиями. Ну и, конечно, я считаю, шедевром стало решение относительно того, что от налога теперь будут избавляться или будут избавлены владельцы элитных автомобилей на Украине. Были даже названы марки. Видимо, так готовятся к встрече новых комендатур. На Украине продолжается притеснение канонического православия. Я бы сказала, разрушение православной церкви и удар по всем верующим. В Черкасской области СБУ уведомило протеерею ПЦ Бориса Бородовского о подозрении в совершении преступных деяний за публикации в соцсетях, в которых бойцы националистического формирования АЗОВ именовались им нацистами. Вот за это теперь, несмотря на то, что у них даже на шевронах нацистская символика, вот теперь за это предъявлено обвинение протеерею. СБУ провела обыски и арестовала сотрудников Союза православных журналистов. Зарегистрированы новые уголовные дела против монахов Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры. Киевский горсовет продолжает конфискацию земель Киево-Печерской лавры для передачи заповеднику. 25 марта глава СБУ Малюк в интервью украинскому телеканалу сообщил об уголовном преследовании священнослужителей УПЦ. По его словам, против представителей ее духовенства возбуждено более 80 дел, объявлено о 37 подозрениях. 23 священника получили приговор суда по обвинению в различных преступлениях, от госизмены до разжигания межрелигиозной вражды. Вот каждый год Госдепартамент США публикует доклады о притеснении религии по всему миру, имеется в виду свобода вероисповедания. Как вы думаете, там же специалисты сидят, там же много людей, которые занимаются подготовкой этих докладов, мониторят постоянно ситуацию. Они что-нибудь из этого увидят? Ведь они же могут не ждать доклада, прокомментировать сейчас. Но нет. Потому что все идет по американскому плану. 5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной информационной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, который позволит запретить Украинскую Православную Церковь. Вот так. Что там в Госдепе? Кто-то что-то сказал? Публикация, может быть, или какой-нибудь видеоролик с обращением к киевскому режиму какой-нибудь высокопоставленный сотрудник Госдепа записал? Нет, ничего такого не было. До реализации этих замыслов пока дело не дошло. Не исключаем, что вмешались внешние силы. 25 марта глава международной правозащитной компании Роберт Амстердам, которого трудно заподозрить в пророссийских симпатиях, прокомментировал в соцсетях письма, направленные им Верховную Раду в связи с возможным принятием упомянутого законопроекта. Он, в частности, отметил, что примать стата страна, которая запрещает политические партии, ограничивает несогласные СМИ, откладывает выборы и стремится запретить крупнейшую церковную конфессию, утратила способность понимать политическую ответственность. Ну, мне кажется, он мягковат, но, на мой взгляд, в принципе, очень интересное заявление на фоне гробового молчания всех остальных западных кураторов киевского режима. Единственный момент. Глава международной правозащитной компании Роберт Амстердам должен был писать не киевскому режиму, ему нужно было писать тем, кто его спонсирует, этот киевский режим. Нужно было писать в Госдепартамент США, в Белый дом, в Форин офис, Даунин стрит, Елисейский дворец. Оттуда же деньги идут. Вновь призываем профильные международные организации выступить с решительным осуждением продолжающихся антигуманных репрессий Киева против УПЦ. Заставить его прекратить этот произвол, не допустить принятия упомянутого антицерковного законопроекта, который не только противоречит Конституции Украины, но является грубейшим нарушением прав и свобод человека, затрагивая чувства миллионов православных верующих. Что же западные кураторы? Они продолжают требовать от киевского режима ускорить принятие закона об ужесточении мобилизации. 21 марта находившийся в Киеве глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, прямая цитата, «Вам нужны люди, — сказал Бауэр, — чтобы заменить погибших и раненых украинцев. А это означает лишь одно, — сказал опять же Бауэр в контексте Украины, — мобилизацию. При этом командующий сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк 24 марта посетовал, что украинцы скрываются от военкомов и называют их людоловами. На Украине участились случаи физической расправы с военкомами. 21 марта в городе Нововолынском, Волынской области, мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата, собиравшихся с силой забрать его в армию. Во Львове к трем годам лишения свободы приговорили человека, который на суде заявил, что скорее будет нести уголовную ответственность, чем пойдет на войну и будет убивать россиян. В последнее время резко, почти в 10 раз, возросло количество уклонистов. Против них, по сведениям Генпрокуратуры Украины, возбуждено более 9 тысяч уголовных дел, из которых свыше 2,5 тысяч, переданы в суд. На Украине на мужчин с подачи киевского режима, это его идеология, идет настоящая охота. Пограничникам разрешено применять дроны, открывать огонь на поражение по тем, кто пытается уйти нелегально за границу, чтобы избежать мобилизации. Где вся эта цивилизованная Европа? Помните, как она в свое время преследовала власти ГДР за меры против тех, кто перелезал через Берлинскую стену? Помните, как они называли власти ГДР нецивилизованными, требовали от них присягнуть свободе истинной, демократии? Ну и что? Где сейчас демократия? На Украине или, может быть, где-то в Европейском Союзе? Что же вы сейчас себе помалкиваете, господа? Хотя какие вы господа? Вы рабы собственной человеконенавистнической идеологии. Что же вы не критикуете кийский режим? Что же вы не ставите вопрос в Совете по правам человека ООН, других международных организациях, ОБСЕ, кстати? Я понимаю, что ОБСЕ находится в состоянии абсолютного паралича, вызванного действиями западников. Но ведь всегда же есть место подвигу. Что же вы, все те, кто многие годы призывал к свободе, демократии, не замечаете того чудовищного расчеловечивания, которое происходит сейчас на Украине? Это уже не про демократию, свободу и права человека. Это уже про абсолютный коллапс морально-этический. Режим Зеленского продолжает борьбу с историей, с памятью о тех, кто не пожалел собственной жизни во имя общей победы над фашизмом. 21 марта появились сообщения о том, что в Киевском музее Второй мировой войны решили демонстрировать Гриев-Курская битва. В представлении тамошних гауляйтеров от культуры он является, прямая цитата, символом большевистской пропаганды в монументальном искусстве. Конец цитаты. И поэтому решили демонтировать. Представляете? Курская битва. В реальности современные бандерцы страшно боятся любого напоминания о крахе своих идеологических кумиров Третьего Рейха и о том, какая незавидная участь ждет их самих. Поэтому они столь яростно сражаются с памятью своей собственной. Они сражаются с памятниками советским воинам. Они скверняют их братские могилы. Поэтому они перешли уже не к объяснению своей идеологии, а к оскорблению всех остальных. Им не подвластна человеческая память. Я хочу их расстроить. Теперь несколько слов о ситуации в Малдавии. Молдавское руководство продолжает озвучивать стандартный набор обвинений в адрес России, в том числе в введении, как говорит режим Санду, гибридной войны, подрыве европейского пути Республики Молдова. Объясняют это тем, что российские граждане якобы видят евроинтеграционные успехи Кишинева. И, как утверждает нынешняя власть в Кишиневе, впечатленные свободой и демократической Молдавии начинают сомневаться в имперской модели развития России. Соответственно, задача Москвы по логике кишиневских правителей любыми средствами сбить Молдову с этого самого европейского пути. У меня такое впечатление, что пару бандеролей молдавские власти перехватили, которые вообще-то предназначались Зеленскому. И где-то там очень удачно их применяют. Что вы несете? Давайте посмотрим, что сами молдавские граждане думают о, как вы там говорите, евроинтеграционном проекте команды Санду. Вот согласно недавним опросам общественного мнения, почти 60% молдавских граждан считают, что дела в их стране идут в неправильном направлении. 62% граждан Молдавии не согласны с тем, что на важные государственные посты назначаются выходцы из Румынии. Более 60% граждан Молдавии уверены в том, что действия властей по реформе органов юстиции не привели к снижению коррупции и направлены исключительно на установление контроля над судебно-правой системой Молдавии. Более 70% граждан описывают ситуацию, сложившуюся в стране за годы правления Санду словами «откат» и «стагнация». Почти 60% считают, что Санду живет на неявные доходы и не заслуживает переизбрания на второй срок. Эти цифры говорят сами за себя. Они наглядно демонстрируют, насколько руководство республики в действительности отдалилось от интересов собственных граждан. На фоне своих стремительно падающих рейтингов в преддверии предстоящих осенью президентских выборов власти Молдавии ищут поддержку не внутри страны, не у собственных граждан, не у своего электората, а за рубежом. А возможно, и делают правильно, потому что избирать-то их будут, видимо, на зарубежные деньги. 21 марта Молдавский парламент голосами прозападного большинства в первом чтении одобрил законопроект о голосовании по почте в пилотном режиме. Нюанс в том, что он предусматривает такую возможность только для молдавских граждан, проживающих теперь, внимание, в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Многотысячная молдавская диаспора, например, в России, представленная более чем в 20 субъектах нашей страны, такой возможности будет лишена. И это не единичный случай оскорбительной дискриминации молдавских граждан, их собственным правительством. Вот, например, 26 февраля Министерство культуры Молдавии приняло решение не включать нашу страну в список государств, в которых планировалась организация мероприятий по празднованию Мерцишора. Это национальный молдавский праздник, который знаменует начало весны. К счастью, из этого ничего не получилось, и на прошлой неделе российские молдаване провели в Москве фестиваль молдавской культуры Мерцишор-24 с участием представителей молдавских организаций из более чем 10 регионов нашей страны. Для гостей была организована выставка изделий народных промыслов, костюмов, дегустация традиционных национальных угощений, выступлений молдавских артистов, творческих инструментальных коллективов. В чем это говорит? Это говорит о том, что российские граждане прекрасно видят не евроинтеграционные успехи команды Санду, о чем она говорит. Дело в том, что этих успехов никто не замечает в самой Молдавии. Мы и дальше будем комментировать все происходящее, в том числе и потому, что режим Санду бесконечно использует слова Россия, русские россияне в уничижительном контексте и в том числе для того, чтобы разжигать ненависть к нашей стране у граждан Молдавии и молдаван, которые никогда в жизни, никогда в современной истории не проявляли ничего, кроме желания дружить и развивать отношения с гражданами России, русскоязычными, русскими, представителями нашей многонациональной, многоконфессиональной страны. Вот именно на это мы и будем ориентироваться. А всему вранью Санду мы дадим достойный отпор. И я еще хочу сказать, вы знаете, ведь бьет Санду не столько по нам, не столько по России. Бьет она не только по чувствам своих граждан, которые не хотят становиться вот этим самым агрессивным быдлом, когда то же самое на их глазах режим Зеленского делает с гражданами своей страны. Бьет-то Санду еще больнее. Она пытается изничтожить внутри Молдавии любовь молдаван к своей собственной культуре, к своей стране, к своей земле, к своей истории и к своим настоящим героям. Вот она за что принялась. Ну и вы не поверите. Честно говоря, самой не верится. Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. Как вы знаете, мы продолжали прилагать усилия с целью выяснения обстоятельств инцидента. Это Солсбери, март 2018 года. Тогда речь шла о гражданах нашей страны, Сергея и Юлии Скрипалях. Что же вы думаете, все эти годы, сколько прошло? Ну практически шесть. Все эти шесть лет мы отправляли десятки дипломатических нот. На это не получали ничего, кроме отписок. И вот в ответ на очередную ноту посольства России в Лондоне из Мид-Британии, впервые с середины 2018 года была, наконец, получена ответная нота, которую, конечно, с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции. Ну, в общем, шесть лет, так сказать, хотя, говорят, обещанного три года ждут, тут в два раза дольше получилось. Так вот, в этой ответной ноте сообщается, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его. Как это все похоже на недавние фейки относительно британской герцогини, принцессы Кейт Миддлтон, помните? Как за нее все говорили, как британское медиа-сообщество, английские таблоиды наперебой рассказывали, как то ли ее съели рептилоиды, то ли она была принятена в жертву иллюминатами, то ли она стала жертвой супружеских каких-то интриг со стороны ее мужа, чего только о ней не писали. Вот теперь то же самое делают и с Юлией Скрипаль, описывая якобы ее решение. Контактные данные консульского отдела российского посольства в Лондоне на случай необходимости, как заверяет нас МИД Британия, россиянки имеются. Помимо этого, реагируя на требования предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидентов в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются. Конечно, мы же видим, они действуют неторопливо. После 13 лет юридического измывания над Джулианом Ассанджо, власти Британии, я имею в виду судебные власти Британии, вчера разрешились новым приговором, новым решением. Еще раз, после 13 лет это решение об отсрочке. Нужно еще подождать. Мы прекрасно понимаем, что ситуация вокруг Скрипалей какие-то 6 лет заняла, но это разве срок? А убийцу Кеннеди в Штатах ищут уже седьмой десяток лет. Никак не могут даже рассекретить документы на этот счет. Поэтому, как говорится, какие наши годы? Мы подождем. Кстати, о судьбе Сергея Скрипаля вообще ни слова. Совершенно непонятно почему. Хочется спросить британцев, скажите, пожалуйста, а он жив? Ну, хотя бы это вы можете рассказать? Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны как неудачную попытку оправдаться за необъяснимое и неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, конечно, очередную информационную манипуляцию. Мы продолжим методично добиваться исчерпывающей информации о судьбе граждан России, которые бесследно исчезли на территории Британии 6 лет назад, и внесения ясности во все составляющие инциденты в Солсбери, и в целом настаивать на справедливости в этом деле. Еще одна тема. Кстати говоря, мы обратили внимание на высокомерные и бесцеремонные поучения посольства США и представительства других западных стран, Британия, ЕС, Канада, Франция, ФРГ в Бишкеке в связи с принятием 14 марта 2024 года парламентом Киргизии обновленного закона о некоммерческих организациях. Он направлен на упорядочивание деятельности организации неправительственного сектора. Все приличия западниками были позабыты, вся этика была отброшена межгосударственного общения. Родители демократии решили указать в суверенной стране, какие законы она может принимать, а какие не может, проявив тем самым всю свою неоколониальную сущность. И, кстати говоря, скомпрометировав все те неправительственные организации, которые с ними взаимодействовали. Такие действия не назовешь иначе, как грубое вмешательство внутренних дел независимого государства. Хотели бы напомнить, что Еврокомиссия в декабре прошлого года приняла небезызвестный пакет защиты демократии. Он предусматривает регистрацию и контроль за деятельностью инагентов на территории государств членов Европейского Союза. В частности, для представителей стран, не входящих, как говорит Боррель, цветущий сад, предусмотрена, прямая цитата, демократическая подотчетность и регистрация в реестре транспарентности. Поэтому чего уж там другим к другим со своими советами лезть, когда Европейский Союз цветет и немного начинает пованивать. Еще одна интересная тема. В связи с периодически появляющимися в средствах массовой информации сообщениями о поступающем в Румынию и украинском продовольствии, которое не соответствует предъявляемым в Евросоюзе стандартам качества, хотелось бы отметить, что в силу своего географического положения и сложившейся конъюнктуры, Румыния в последние годы стала одним из ключевых направлений для транзита и реализации сельхозпродукции с Украины. Это привело к насыщению местного рынка более дешевым и зачастую менее качественным продовольствием. Следствие, это 23-й год и начало 24-го в Румынии прошла беспрецедентная серия протестов аграрии, в ходе которых при помощи сельхозтехники неоднократно блокировалась работа соответствующих таможенных постов. Материалы, изоблачающие низкое качество поступающих из соседней страны зерна, кукурузы, рапс и так далее, регулярно публиковались на ведущих румынских информационных ресурсах. Заявлениями по данной проблеме в схожем ключе отметились руководители местных ассоциаций сельхозпроизводителей, однако каких-либо внятных действий по защите интересов своих фермеров со стороны румынского правительства так и не было замечено. Но, собственно говоря, это и неудивительно. Давно известно, что действующие румынские власти предпочитают не перечить Брюсселю, решительно настроенному содействовать киевскому режиму сбытия украинской продукции и фактически действуют в ущерб национальным интересам. Не приходится сомневаться, что такой подход рано или поздно сыграет с ними злую шутку. И я хотела бы анонсировать материал, который мы обязательно опубликуем сегодня, сразу после брифинга, в тексте брифинга дадим ссылку на него. Дело в том, что в эти дни отмечается 200 десятилетия победоносного завершения заграничного похода русской армии 1813-1814 годов. Разгромим великую армию Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года. Русские войска от стен сожженной Москвы, неся на своих знаменах свободу странам и народам Европы от наполеоновского гнета, с тяжелыми боями прошли тысячи верст до французской столицы, которая сдалась на милость победителей 31 марта 1814 года. Я предлагаю это отметить хорошим, мощным, основанным на фактах историческим материалом, о котором я сейчас и говорила. Единственное скажу, что политика дипломатическую черту под четверть вековым периодом непрерывных войн, которые обескровили тогда Европу, подвели Парижские мирные договоры и Венский конгресс. Менее чем через два года после начала с такой помпой анонсированной тогдашней французской пропагандой кампании против России, Франция была повержена. Спустя несколько недель император Наполеон отрекся от престола. И вот возвращаясь сегодня к этой славной странице отечественной истории и бесславной странице французской истории, мы воздаем дань памяти нашим героическим предкам и черпаем силы, черпаем вдохновение в их жизни и подвигах. Нынешним западным правителям и новоявленным наполеончикам, вновь грозящимся послать войска на восток, также посоветовали бы не забывать об уроках истории, о том, чем для их предшественников всегда заканчивалось стремление нанести нашей стране, как они формулируют это стратегическое поражение. Я еще раз хочу сказать, что подробный материал мы обязательно опубликуем в соцсетях, ссылку разместим в тексте сегодняшнего брифинга. И еще один материал, в России продолжается реализация программы поддержки национальных литератур народов России. В рамках программы 2016 года изданы уникальные книги на 69 языках народов Российской Федерации серии «Современная литература народов России», «Поэзия», «Детская литература», «Проза», «Драматургия», «Художественная публицистика», «Народная мудрость». В настоящее время продолжается работа над подготовкой сборников, представляющих литературу по группам языков. В 2023 году выпущена антология поэзии и проза финно-угорских, самодийских народов, которые включают в себя оригиналы поэтических и прозаических произведений 106 авторов. Они написаны на 13 финно-угорских и самодийских языках народов России. Их художественные переводы на русский язык, а также краткие очерки об истории национальных литератур и справки об авторах. Работает портал национальных литератур народов России, на котором собраны уникальные тексты и художественные переводы, вошедшие в серию книг, современная литература народов России, отражающие многообразие литературы в России со второй половины XX века до настоящего времени. И хотел бы сказать, что реализация программы является частью российского вклада в достижение цели международного десятилетия языков, коренных народов, организации объединенных наций. Она способствует цифровизация языкового, культурного наследия коренных народов, распространению многоязычия в киберпространстве, изучению, сохранению языков, книгопечатанию на редких языках. Я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли международная жизнь? Здравствуйте, Мария Владимировна. Вы вот сейчас в вступительной части уже коснулись темы обмена информации в связи с терактом в Крокусе. Президент Франции Мональ Макрон сообщил, что Франция предложила Россию укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом. Позволю себе цитату. Мы вступили в контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить наше сотрудничество на основе той информации, которую мы обладаемы, которая может быть полезна для российской страны. Вот как бы вы могли прокомментировать это заявление и насколько, на ваш взгляд, оно искренне? Вы знаете, по поводу искренности заявления Макрон, давайте сначала я скажу несколько слов о позиции нашей страны по противодействию терроризму. Мы всегда последовательно выступали за укрепление международного сотрудничества, борьбе с терроризмом, экстремизмом и любыми формами радикализма. Мы действительно, и тут я могу подтвердить нашу искренность, сопереживали Франции, которая в последние годы неоднократно подвергалась террористическим атакам. Старались поддерживать профессиональный диалог по этой проблематике с Парижем, с другими западными столицами. Делали это и на двусторонней основе и в рамках существующих международных структур. И все это делали мы, несмотря на двойные стандарты, на скрытую повестку, на попытку разделить террористов на плохих и не очень плохих, а иногда и даже совсем неплохих. А ведь мы же видели, как террористов и экстремистов Запад делил бесконечно своих и чужих на умеренных и радикальных. Мы ввели этот антитеррористический и контртеррористический диалог, даже несмотря на то, что на нас выливали уши от помоев каждый раз западные столицы за ведение нами контртеррористической операции в Сирии по просьбе официального Дамаска. Вот, несмотря на это все, до 2022 года эффективно работала российско-французская межведомственная группа по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами. Сохранились и полезные контакты по линии компетентных ведомств. Однако после начала специальной военной операции в 2022 году французская сторона фактически заморозилась, делала это исключительно по своему усмотрению взаимодействие с нами в этой сфере. Что значит по своему усмотрению, это значит без какой-либо координации с нами. Насколько на нее оказывали влияние или давили со стороны Вашингтона, это лучше спросить у Парижа. Что касается недавних высказываний Макрона, то в Министерстве иностранных дел России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе в рамках вышеуказанного формата двустороннего взаимодействия по борьбе с международным терроризмом пока не поступало. Вы знаете, аналогичная ситуация развивалась и когда по-моему пару недель назад то же самое Макрон заявил о неких мирных переговорных инициативах, если вы помните. Президент России сказал, что ему ничего о них не известно даже для того, чтобы сделать какой-то первичный вывод на этот счет, когда спросили главу российского государства об этом на пресс-конференции журналисты. Вот вместо того, чтобы разъяснить свою предыдущую инициативу, адресованную как бы России, Париж решил закрепить, так сказать, эффект и теперь анонсировал нечто из того, о чем вы говорили. Опять же, нам ничего на этот счет не поступало. Я не могу сказать почему. Может быть, одно из моих предположений. Возможно, в связи с тем, что главой МИД Франции стал человеком, который никогда не являлся ни дипломатом, никогда не занимался международными отношениями в практическом ключе, да и не в практическом ключе тоже. Может, они просто не знают, как надо работать. Если глава государства что-то предложил, то обычно дипломаты передают адресату этих предложений какие-то конкретные материалы на данный счет. Это могут быть ноты, это может быть какая-то другая форма, так сказать, обращений. По-разному это бывает. Устные, вербальные, невербальные, по-разному это все называется. Возможно, они просто под руководством нынешнего, только что пришедшего, непрофессионального дипломата просто как бы не скоординировались и просто не понимают, как происходит общение между государствами, когда одно что-то предлагает другому. Несложно сказать, но мне кажется, будет неплохо, если кто-то в Париже поинтересуется на Кодорсе, что там происходит. Но при этом не могу не задаться практическим вопросом. А, собственно говоря, о борьбе с какими именно террористами и терроризмом, говорит французский лидер, который буквально, опять же, на днях заявил о том, что будет отправлять на Украину войска. Причем не очень понятно, свои ли он там уже за все натовские говорил, или есовские. Мне кажется, в первую очередь, что нужно сделать Парижу, если они так заинтересованы в мире, в борьбе с терроризмом и со всем плохим, наверное, нужно прекратить оказывать военную и финансовую поддержку преступному киевскому режиму, который использует террористические методы при совершении регулярных атак на гражданские объекты, на гражданское население, на объекты гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Иначе, понимаете, возникает некое ощущение, что наши французские коллеги определяют для себя некий правильный терроризм, на который французское внешнеполитическое ведомство готово закрывать глаза, позволяя ему убивать мирных российских граждан. Но, кстати говоря, не только российских. И делят на некие неправильные, с которым готовы бороться. Но так не бывает, понимаете. Так можно опять зайти туда, куда неоднократно заходили их же натовские партнеры. Мы же видели, что происходило, и как формировался тот же самый запрещенный ИГИЛ, как игрались в антисоветскую деятельность и случайно создали Аль-Каиду, которая потом сама же начала их сжирать, своих собственных создателей. Кровавый теракт в Крокус-Сити-Холл был осуществлен руками радикальных исламистов. Однако, как подчеркнул президент России, следствию еще предстоит установить истинных заказчиков этого злодеяния. Еще раз повторю, ведь исполнители пытались укрыться не где-нибудь, а на Украине. Может быть, Суэль Макрон выступит с идеей совместного сотрудничества в борьбе с украинским терроризмом? Почему нет? Так сказать, как говорят россияне, пуркуабы не па. Но ведь тоже нужно помнить, что с 2014 года Франция поддерживала и оправдывала украинский террор в отношении мирного населения Донбасса, ни разу не сказав и слово возражения или ни разу не отдернув людей в Киеве, которые подобное творили. В настоящее время Франция наращивает поставки вооружений, при помощи которых украинский экстремистский туристический режим убивает жителей российских регионов. Показательно в этом плане недавнее интервью главы СБУ Малюкаут, которое мы недавно цитировали, сегодня же цитировали, которые с гордостью приветствуют и повествуют о террористической деятельности украинского государства. Мы же прекрасно понимаем, что Украина, как государство, давно утратила свой суверенитет, она превратилась в марионетку Запада, живет на эти самые подачки, поэтому, может, Макрону стоит отбросить двуличие, начать называть вещи своими именами, и тогда мы поймем, что конкретно он имеет в виду. Еще один вопрос. 21 марта в Молдавии власти этой страны приостановили вещание двуязычного русско-молдавского телеканала «Канал-5» и радиостанции «Маэстро-ФМ». Как бы вы могли эту ситуацию прокомментировать? Вы знаете, мы уже комментировали неоднократно. Я бы хотела, ну, учитывая, что вы еще раз хотите услышать это, я бы, знаете, сказала, что данный шаг — это еще один пример в цепочке многочисленных примеров курса официального Кишинева на подавление свободы слова и разрушения демократических основ. Суть одна — искоренение инакомыслия. Я, кстати говоря, также хочу сказать, что в самой Молдавии уже дали оценку подобному действию властей. Их назвали недемократическими эти шаги, незаконными. Молдавские эксперты обращают внимание на то, что с закрытием телеканала предшествовал ряд неудобных вопросов от журналиста, президенту Молдавии Санду. О чем же Санду спросили? Спросили о скандальном тендере на предоставление коммерческих площадей в аэропорту Кишинева и о подозрениях в коррупции на этот счет. И вот, собственно говоря, как мы понимаем, и мы опираемся в данном случае на мнение экспертов Молдавии, это и послужило причиной закрытия канала. А таких каналов закрытых уже 13. Вот упомянутый вами стал 13-м телеканалом, вещание которого было приостановлено молдавскими, как они себя называют, демократическими властями. Давайте пройдемся вообще в целом по ситуации с медиа в Молдавии. С 19 декабря 22-го года были отозваны лицензии у шести русскоязычных телеканалов за якобы, прямая цитата, недостаточно корректное освещение национальных событий и конфликта на Украине. Конец цитаты. 30 октября 23-го года принято решение приостановить действие лицензий еще шести телеканалов по причине якобы, прямая цитата, продвижения иностранных интересов. Конец цитаты. Ну, вообще, учитывая, что Санду является гражданкой Румынии и превратила молдавский язык в румынский, говорить о том, что запрещено в Молдавии продвигать иностранные интересы не ей. Понимаете? Может быть, кто-то другой имеет на это право, но точно не она. 13 сентября 23-го года из страны был выдворен руководитель информагентства «Спутник Молдова». Русскоязычные телеканалы регулярно получают штрафы, штрафные санкции. Всего молдавские власти заблокировали более 60 российских и русскоязычных ресурсов. Под предлогом противодействия, как они формулируют, информационной войне к гибридным атакам и дезинформации, руководство Молдавии вело настоящую политическую цензуру. Я бы больше сказала, они превратили политическую цензуру в настоящий карательный инструмент. Молдавское руководство лишает граждан базовых ценностей, свободы слова, плюрализма мнений, доступа к альтернативным источникам информации. И все это делается в нарушение международных обязательств Кишинева, которые касаются обеспечения свободы СМИ и прав журналистов. Мы рассчитываем, что подобная репрессивная политика молдавских властей получит должную оценку международных правозащитных структур и по-настоящему независимых неправительственных организаций на деле отстаивающих принципы демократии и свободы слова. Кстати, что там в ОБСЕ? Вот что в ОБСЕ? Что там? Есть же уполномоченные ОБСЕ по свободе слова гражданка Португалии Рибейру. Что говорит Рибейру на этот счет? Все у нее сходится? Или она по-прежнему ведет тихую дипломатию на фоне громких преступлений в отношении средств массовой информации? Позвольте еще один вопрос. В азербайджанских и армянских СМИ сейчас активно обсуждается возможность эскалации напряженности в армяно-азербайджанском приграничье с учетом неурегулированности темы анклавов. Кроме того, ряд региональных экспертов продолжает говорить об угрозе силовой операции со стороны Баку для обеспечения Загизурского коридора в Нахичевань. Как в МИДе России оценивают данную ситуацию? Вы знаете, наш по-альтице хорошо известна и последовательно. Мы призываем проявлять максимальную сдержанность по данной тематике и избегать агрессивной риторики. А все территориальные споры и взаимные претензии должны быть урегулированы исключительно в политико-дипломатическом русле и только политико-дипломатическими методами. Такие вопросы, в том числе по возврату обмену анклавами, следует решать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальное содействие этой работе с учетом имеющихся у России уникальных картографических материалов и экспертизы. Аналогичные принципы применимы в отношении разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Я хотела бы обратить внимание на то, что мы не используем термин «зангерзурский коридор». Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахичеванью через территорию Сюникской области Армении. Есть хорошо зарекомендовавший себя механизм выработки компромиссов. Это трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На ее последнем заседании 2 июня 2023 года стороны были близки к принятию комплексного взаимовыгодного решения по разблокированию транспортно-экономических маршрутов в регионе. И мы призываем партнеров проявить политическую волю и возобновить взаимодействие в устоявшихся трехсторонних форматах, включая трехстороннюю рабочую группу. Спасибо вам. Спасибо вам. С нами Ли Рейтер. Мария Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Вы неоднократно касались нашего вопроса о заказчиках терактов Крокусе. Понятно, что следствие пока не может установить, кто уступал заказчикам, но тем не менее, вот по мнению российского МИДа, имеющиеся на данный момент факты, имеющиеся на данный момент информации, она может ли говорить о каких-то нитях, которые куда-либо ведут или к кому-либо ведут и на кого все сейчас указывает? Вот как будто действительно вы с нами сейчас не были, но вы же слышали то, что мы только что обсуждали. Да, конечно. Вы знаете, второй момент, о котором я хотела бы сказать, мне кажется, не то, чтобы это упрек вам лично, но мне кажется, как раз от западных средств массовой информации мы все время слышим призывы, ну так или иначе так получается, в их вопросах эти призывы содержатся, идти привычным западному медиа, информационному политическому сообществу путем, без фактов начать так сказать, на кого-то показывать пальцами и так далее. Вы знаете, мы точно этого делать не будем по целому ряду причин. Одна из них, потому что мы сами от этого бесконечно страдаем. В отсутствии фактов на нас бесконечно показывают пальцем и в течение пары часов или нескольких дней выносят нам не только обвинительный приговор, но еще и приводят его в исполнение. И в этой связи мы говорим о том, что очевидно. Первое, это то настоящее террористическое клоака, то настоящее террористическое гнездовье, которое формировалось на территории Украины на протяжении многих лет за счет бесконтрольных, что самое, наверное, важное, именно бесконтрольных финансовых вливаний, поставок вооружений, которые никто не мог даже посчитать и понять, куда все это идет, коррупционных схем, о котором говорит даже уже американское правосудие и правоохранительные органы. Вот это все констатировалось нами с фактами на руках. Мы говорили о том, что не просто озабочены, в какой-то момент мы начали бить во все колокола и бить в набат и говорить о том, что этот колокол звонит уже не только по Украине, но и по всей Европе целиком и по всему миру. Потому что как только сочетаются факторы, первое, бесконтрольной поставки вооружений, второе, безлимитных вливаний и третье, коррупционных схем, все, жди беды. Это торговля оружием, это бесконтрольное на черных рынках, это трафикинг от людей до наркотических средств, потому что, где оружие, соответственно, возникают и все другие виды криминала, в том числе и международного криминала. На фоне того экстремизма, который взращивался на национальной почве, на территории Украины, в пику России, когда их натаскивали вот на эту самую русофобию, это должно было сдетонировать и начало детонировать в виде взрывов общественных деятелей, я имею в виду физического устранения, убийства журналистов, убийства политиков и так далее, и так далее. На мой взгляд, одним из ярчайших проявлений вот этой абсолютной террористической логики стало убийство в Киеве одного из украинских переговорщиков, который вернулся после очередного раунда встреч с российской делегацией, просто потому что и дальше шло даже не многоточие, а точка, понимаете, то есть это не просто какие-то глубинные, так сказать, я не знаю, процессы в каких-то экстремистских объединениях на Украине, которые там спонсировались из-за рубежа, это не просто какие-то внутренние процессы, даже там в спецслужбах Украины, которые, возможно, не контролируются вообще никем, это было то, что очевидно совершено было с участием руководителей официальных государственных структур, и никто ни на Банковой, никто за рубежом не сказал ни одного слова осуждения, они просто сказали, что так случилось. То есть если руководство, высшее руководство государства говорит об убийстве представителя своей официальной делегации, своими же собственными руками, как о деле, ну, плюс-минус нормальными, ну, так случилось. это сигнал мировому сообществу, что с этим режимом давно уже что-то не так. А если это вот верхушка была, да, айсберга, дальше мы говорили о таком количестве терактов, которые совершались, опять же, бесконтрольно со стороны Запада, без окриков, без какого-то ограничения, и мало того, при еще и спонсорстве, потому что деньги туда лились рекой, и плюс еще при густо замешанном участии семьи, руководства американского на каких-то вот этих вот схемах, проектах, все это создавало питательную среду для экстремизма и терроризма. Мы все это говорили буквально каждый месяц на брифингах. Это безусловный факт, это безусловный не знаю, это даже не ниточка, это канатище, который ведет к тому, что происходит и на территории нашей страны в виде проявления этого самого экстремизма и терроризма в сопредельных странах и так далее, и так далее. Вот об этом мы не просто говорим, мы об этом кричали все эти годы. Второй момент, мы фиксировали и сегодня я привел вам несколько цитат заявлений западных стран не просто подстрекающих, не только носящих провокационный характер, а впрямую призывающих руководство киевского режима к переходу к любым методам уничтожения всего, что связано с Россией и так далее, и так далее. Говорилось на разных языках, разными людьми, но смысл был один и тот же. Чем больше ущерба киевский режим должен был бы нанести России, тем западу было бы лучше. Вот последнее заявление Борреля, о чем оно говорит? О том, что это не про любовь к Украине вся история, а это про отстаивание интересов Запада. А в чем интерес Запада? Так они говорили все это время стратегическое поражение России, дестабилизация внутри России, смена руководства внутри России, блокировка государственных демократических процедур в нашей стране, ну и так далее, так далее. Все виды деятельности, которое этому должно было бы способствовать. Это они говорили прямой речью, это не вброшенные кем-то цитаты или утечки, это прямая речь заявлений руководителей западных государств и руководителей ЕСовских и НАТОвских структур. И они наделяли Украину полномочиями, они делегировали киевскому режиму эту самую грязную работу. А последние заявления, вот я сегодня приводила лист раз и многих других, прямо открывали буквально все двери для киевского режима и буквально воодушевляли киевский режим на любые методы. Я понимаю, почему они это делали. Они не хотели или не могли давать такого же уровня материальную поддержку, но при этом эффект ожидаемый от разрушительной деятельности киевского режима, они хотели видеть не меньше, чем при их глобальном финансировании. Что остается? Экстремизм и терроризм. Вот как можно это не видеть и как можно это не анализировать? Это та среда, это то, не знаю, поле, это та реальность, в которой и произошел страшный теракт 22 марта в Крокус Сити Холл. Дальше, вы правильно сказали, должны работать правоохранительные органы. Задержали и арестовали непосредственных исполнителей. Этот шаг сделан. Следующий этап это поиск заказчика и те пути, те дорожки, которые должны привести к тем, кто это все организовал, кто это все профинансировал, а уровень, конечно, всей задумки, он говорит о масштабе очень серьезном, потому что эта история многокомпонентная, эта история не только про убийство людей, эта история про убийство большого количества людей, эта история про запугивание людей в в целом, эта история про стравливание людей и различных национальностей, и различных религиозных групп, это масштабнейшая разрушительная террористическая операция, заказчики которой должны быть найдены, и говорить о том, кто они должны правоохранительные органы, но та среда и та почва и тот почерк, который мы видели до этого, конечно, говорят и о наличии мотива, и о наличии улик, которые свидетельствуют точно так же, как свидетельствовал Байден и Нуланд о желании сами о том говоря уничтожить северные потоки. Это не мы придумали, это сказали они прямым текстом. Извините, почему никто на Западе, почему те же самые западные журналисты ни разу не спросили, а как это квалифицировать с точки зрения права и американского, и международного, и нельзя ли это квалифицировать как прямая угроза совершения теракта, и почему потом никто не стал соотносить это с реально совершенным терактом в отношении северных потоков 1 и 2, понимаете, почему сейчас это тоже как-то уходит от внимания, от фокуса западной прессы, которая повторяет как мантру слово ИГИЛ. А как же вот это все, этого не было ничего? Конечно было, поэтому это тоже те факторы, которые принимаются к учету, но вы абсолютно правильно сказали, правоохранители должны сказать свое слово. Все, что они получают и что можно придать огласке, не нарушив ход следственных мероприятий, не навредив расследованию, они предоставляют. Да, и еще, вы меня извините, вот мы об этом говорили, но я повторю, коль скоро вы задали такой вопрос. Каким воотушевлением Белый дом, Госдепартамент, потом власти ФРГ и все западные СМИ начали повторять в брошенную, ну, официально озвученную позицию Белого дома о том, что это ИГИЛ стоит за теракторами 22 марта в Крокус-Сити-Холле? А кто создал ИГИЛ? А как появился ИГИЛ? А кто управляет ИГИЛ? А кто, собственно говоря, всегда выводил членов, в том числе, сопряженных с ИГИЛ туристических группировок в разряд умеренных? Это те же самые западные страны, которые заявляют о необходимости нанести нам стратегическое поражение. Вот мы говорили о том, что Макрон сделал заявление по поводу того, что было бы неплохо сплотиться в поисках заказчиков или там исполнителей, ну вот тех, кто сет за терактом и обмениваться какой-то информацией, в том числе с нашей страной. Я напомню, в 2015 год Россия предложила сопряжение усилий по созданию анти-ИГИЛовской коалиции по типу анти-Гитлеровской. С этим заявлением выступил, с этим предложением, приехал в Нью-Йорк на сессию Генассамблеон президента России Владимир Путин, и мы не получили ничего, кроме противодействия со стороны Запада этим нашим планам. Мы начали бороться с ИГИЛ теми методами и в том, так сказать, объеме, в котором это было сделано по приглашению и по просьбе Дамаска. Но мы получили после этого и серию терактов, и угрозы. Я сама была лично свидетелем тех угроз, которые мы получали со стороны, так сказать, зарубежных стран, в том числе и в ходе переговоров, что мы пожалеем о том, что мы делаем, а мы боролись с ИГИЛ, ни с чем другим. Мы не собирались менять режимы, мы не собирались как-то осваивать новые территории и так далее. Это все не стояло на повестке дня в принципе, как и никогда не стояло. Мы ответили на просьбу дружественной нам стране, которая захлебывалась в крови из-за действия международных террористов, как раз ИГИЛовцев, на своей территории. И в ответ на эту нашу помощь, которая адресована была и стране непосредственно и должна была работать в принципе в интересах всех тех, кто заявил о террористической сущности ИГИЛ, мы в ответ на это получили вот такое противодействие со стороны западных стран и всех тех, кого они в очередной раз науськивали. Поэтому, когда западники, Белый дом, Госдеп, Ересейский дворец, я не знаю, Бундестаг, Бундесфера и все остальные кричат на перебой Foreign Office, Даунинстрит, что это ИГИЛ, они должны вспомнить, кто стоит за созданием ИГИЛ, кто финансировал тех, кто влился потом в ИГИЛ, как управлялся ИГИЛ изнутри, как ИГИЛовцы сопричастны и в каких находятся они отношениях с западными спецслужбами. Мне кажется, интереснейшая тема. И просто, на мой взгляд, Запад зашел в тупик, потому что, так сказать, с одной стороны, они открещиваются от того, что это связано с Украиной, хотя многие годы превращали киевский режим именно в террористический, а с другой стороны, они кричат, что это ИГИЛ, хотя и за ИГИЛом, как и за Аль-Каидой, стоят именно западники, за этими запрещенными террористическими организациями. Прямо, косвенно, финансируя. Ведь как возникла Аль-Каида? Опять же, точно так же, что они и делали и повторили с киевским режимом, как некая сила, которая должна была работать против Советского Союза. Просто через какой-то момент она начала жалить своих собственных создателей. То же самое превратили и деятелей, которых приводили на Украину как политических руководителей про западную ориентацию, а потом плавно, постепенно, через деньги, поставки оружия и создание соответствующих условий их радикализировали. Делали это западные кураторы. Извините, что так долго, но у вас такой вопрос. Спасибо вам большое за развернутый ответ. Вам спасибо. С нами Лилия Новости. Здравствуйте, Мария Владимировна. У нас один вопрос и он заключается в том, что министр обороны Молдавии Анатолий Насад признал, что в рельзах так называемого интернационального легиона Украины воюют молдавские наемники. Более того, он пожелал успешно выполнить свою миссию. Как бы вы могли это прокомментировать? Ну вот, это к вопросу вашего коллеги. Кто за кем стоит и кто на что кого сподвигал. Представляете, если заявление молдавского министра такого рода, о чем они свидетельствуют, они свидетельствуют и демонстрируют с одной стороны лицемерие официального кишения опыта, что с одной стороны руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленные в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан. Другой, под видом вот этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы. Ну, просто приносит очередную страну, очередной народ в жертву и кладет ее на алтарь вот этого, так сказать, натовского безумия, потому что открыто желает победы киевским неонацистам. Я хотел бы напомнить, что уголовный кодекс республики Молдова запрещает наемничество, однако из вернувшихся с Украины молдавских так называемых легионеров, никто так и не был привлечен к ответственности. Они свободно раздают интервью, они заявляют, что прямая цитата русские, опять же, с точки зрения этих вот радикалов, это не люди, а русскоязычные граждане Молдавии, с точки зрения, опять же, вернувшихся с Украины наемников, это потенциальные предатели. Получается, что наемничество формально наказуемо, но если наемники воюют на стороне нацистского киевского режима, то на это русофобская верхушка сейчас в Кишиневе закрывает глаза. Мы неоднократно говорили, в том числе сегодня, что все это противоречит истинным интересам молдавского народа, что это курс, который проводят Санду, нацелен на изничтожение самой Молдавии. Вот это ее основная цель, даже не мы, а именно изничтожить Молдавию. Ну, как гражданка Румыния, она, наверное, так формулирует свою жизненную позицию. Опросы мнения молдаван, я уже сказала, кстати говоря, около 60% граждан Молдавии выступают против членства республики в НАТО, за и поддерживают это только 28% населения, а две трети не поддерживают наращивание военной помощи Украине и не верят в то, что Россию можно победить на поле боя. Но это все к режиму САНДО. Спасибо. Да, спасибо вам. С нами Литвирская 13. Да, здравствуйте, Мария Владимировна. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в случае прямых доказательств участия украинских спецслужб выявленных в ходе расследования будет подниматься вопрос на международной площадке о признании Украины террористическим государством. Еще раз, если будет доказана вина... А в случае прямых доказательств участия украинских служб выявленных в ходе расследования сейчас теракта, который произошел в Крокус Сити, будет подниматься на международных площадках именно вопрос о признании государства Украины террористическим. Вы знаете, то, что этот вопрос о террористической сущности киевского режима поднимается Российской Федерации регулярно в Совете Безопасности ООН, мне кажется, вы об этом вступление наших представителей там. Причем, это не просто какие-то голословные заявления, это факты, которые мы приводим. Причем, приводим все эти годы. Начиная от убийств общественных деятелей, о которых я сказала, изничтожением гражданской инфраструктуры из-за тяжелых вооружений и так далее, прицельное по мирному населению. Ну, так, извините, мы говорили в том числе и о водной блокаде Крыма, об минировании ЛЭП. Это тоже факты терроризма. Именно так они квалифицируются в международном праве. Поэтому мы об этом говорим регулярно, постоянно. Квалификация, да, этот вопрос, как вы абсолютно правильно, должен быть увязан с теми фактами, которые должны установить следователи. Но в целом характеристику киевского режима как террористического Российская Федерация дает регулярно, подкрепляя это конкретными фактами. Остальное это вопрос наших правоохранительных и судебных органов. Спасибо большое за это. Вам спасибо. С нами ли The Moscow Post? Да, здравствуйте. У нас было три вопроса, но на один из них вы уже ответили другому изданию, так что осталось два. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США вновь передадут России разведывательную информацию о возможном теракте на ее территории, если такая у них появится. Перед этим Джон Кирби сказал, что Вашингтон не будет оказывать России какую-либо помощь в связи с терактом в концертном зале в Крокус-Сити-Холл. Вы это заявление Кирби назвали аморальным, но Мэтью Миллер его практически повторил. Оба продолжают выгораживать киевский режим. Как бы вы могли интерпретировать все это в контексте отношений России с США? Вы же сказали, что у них два заявления, которые несколько друг другу противоречат. Один сказал, что будут передавать, второй сказал, что не будут. Понимаете, у них там глобально что-то сломалось. Невозможно же слышать, как буквально каждый день президент Соединенных Штатов несет какую-то оторванную от реальности ерунду, которую никто не знает, даже как дешифровать внутри Соединенных Штатов Америки. Это же не просто незнание географических названий, чем всегда отличались американские президенты. Это же не просто невладение какой-либо специфической информации. Это уже полный вообще отрыв от какой-либо реальности. И в день таких заявлений по несколько от президента Соединенных Штатов Америки. Вице-президент Соединенных Штатов Америки она стала просто кладезем несуразицей и нелепых цитат. Вот с чего надо начинать. Что вы хотите от людей, которые должны их информационно обслуживать? Они уже сами не знают, что от них хотят. Понимаете, с одной стороны был заказ на русофобию, но эти методички с другой стороны привели их самих в тупик. Потому что они только начали опять же в очередной раз кривить лица не желая говорить о сочувствии россиянам, как поняли, что будут смотреться просто мировыми изгоями. Начали менять тут же показания, менять оценки и характеристики. Соответственно, полная дихотомия творится сейчас в Белом доме осталась как главная русофобия. А то, что методологии ее реализации завели их в тупик, что они уже начали противоречить сами себе, в том числе в публичном пространстве, то, что они уже нарушают американские законы, международное право, это видит уже весь мир. Поэтому давайте в общем не пытаться даже понять, что детально там у них происходит. глобальный ответ один. Они зашли в глобальное противоречие сами с собой. Спасибо. И второй вопрос. МИД Японии воздержался в пояснении, почему Япония не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента. Как это может повлиять на межгосударственные отношения? И были ли примеры таких жестов в дипломатической практике? Ну, знаете что, это уже какой-то анекдот. Правда. они с одной стороны удивляются, что к ним применяются какие-то так сказать, как они их квалифицируют недружественные шаги с нашей стороны, а потом делают заявления, которые кроме как агрессивно ненормальными квалифицировать просто невозможно. Просто уже никто даже не удивляется подобному поведению официального Токио. Он просто последовательно зачищает остатки двусторонних связей и не останавливается в том числе перед нарушением элементарных норм дипломатической этики. Вот я просто хочу напомнить, что уже третий год правительство Японии проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Во-первых, тиражируются нелегитимные санкции. Во-вторых, культивируется русофобия в японском обществе. У наших дальневосточных рубежей агрессивно наращивается совместная с США их союзниками военная активность. И это Токио, это Япония, которая, в общем, мне кажется, у себя в регионе есть чем заняться. Нет, дело есть до ситуации вокруг Украины. Эта линия в полной мере проявилась и в контексте состоявшихся выборов президента Российской Федерации. Дошло, как я уже сказала, до абсурда. Японская сторона попыталась использовать их для продвижения своих нелегитимных реваншистских притязаний на Южные Курилы, заявив устами Минендел, о неприемлемости, как они это сформулировали, прошедшего там голосования. Я хотела бы напомнить, что суверенитет нашей страны на данной территории по итогам Второй мировой войны это абсолютно неопровержимый и необратимый объективный исторический факт. Никаких вопросов по этому поводу нет и быть не может. Он закрыт навсегда. Мы надеемся, что японскому народу хватит мудрости осознать всю ущербность и пагубность для национальных интересов нынешней русофобской политики Токио и вернуться к принципам добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества, уважения, обоюдной выгоды, пока время для этого не упущено окончательно. И, кстати говоря, мы многие долгие годы пытались развить различные программы взаимодействия с Японией в контексте российских территорий, в том числе и упомянутых островов, совместное экономическое сотрудничество, реализация проектов по целому ряду треков. Там было огромное количество интереснейших программ развития. Все это было, и все это было возможно реализовать. Но Токио своими действиями по ведению санкционной политики в отношении нашей страны поставил на всем это жирный крест. Спасибо за столь детальные ответы. Так, идем дальше. С нами ли медиакорпорация Китая? Да, добрый день, Мария Владимировна. На наши вопросы в выступительной части уже частично ответили, и тем не менее дадам его, вдруг вам что еще добавить. Очевидно, теракт в Крокусе поставил Россию перед более серьезными вызовами в области борьбы с терроризмом. На днях в понедельник Владимир Путин провел совещание, где обсудили меры, которые необходимо еще принять после событий в Подмосковье. Вопрос в том, как в России будут укреплять безопасность после случившегося, как планируют проводить свою антитеррористическую работу, а также сотрудничать с соседними странами и международными организациями. Вы знаете, мы убеждены, я не буду действительно повторять все, что я уже на этот счет сказала. Я еще раз благодарна всем. Вы представляете китайскую медиакорпорацию, вас читают в Китае миллионы подписчиков, пользователей. Я пользуюсь случаем персонально прошу вас со стороны своего издания передать слова благодарности гражданам Китая. И руководство Китая знает о нашей позиции. Позволю себе все-таки обратиться ко всем, но очень хочется поблагодарить каждого гражданина Китая за ту поддержку, которую мы почувствовали и увидели. Мы видели граждан страны, которые отвлеклись от своих ежедневных обязанностей для того, чтобы прийти и возложить цветы к нашему посольству, оставить слова искреннего сочувствия нашей стране в книге соболезнований. Мы видели китайских политических и общественных деятелей, которые в социальных сетях высказывали свои слова поддержки России в трудный момент. Я благодарю свою коллегу представителя МИД Китая за те слова, которые она опубликовала в соцсетях. Мы благодарны руководству Китая, мы благодарны каждому гражданину Китая за такую искреннюю отзывчивость, которую мы увидели и услышали в эти трагические часы и дни не только для нашей страны, но и для всей планеты. Поэтому я прошу вас обязательно передать мои слова вашей аудитории многочисли. Для меня это действительно очень важно. Потому что я говорю не только от себя, я говорю в том числе большого количества граждан нашей страны, которые чувствуют эту поддержку, которые понимают, что их боль разделяется, их боль ощущается как своя миллионами граждан на нашей земле. Поэтому на нашей планете. и почему это важно? Это важно, потому что есть ведь и другая идеология, разделяя и властвуй, есть идеология отмены целых стран и народов, есть идеология как раз воспевания вот этого агрессивного, дестабилизирующего, неконструктивного начала. И так важно чувствовать, что мы в борьбе за эту большую справедливость, их стремление к справедливости, за отстаивание истины, добра, что мы в этой борьбе не одни. И когда нам действительно нанесен такой удар, так важно, что нам высказывают слова искренней солидарности, поддержки в эту тяжелую минуту. И мы убеждены, что борьба с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях должна строиться на безусловном осуждении подобных преступлений, нацеленности на бескомпромиссную борьбу с этим злом, без всяких оговорок или каких-либо двойных стандартов. Да, действительно, были и те, кто призывал, как там было сказано, не смещать фокус внимания с других, видимо, более значимых в жизни мирных граждан проблем, я имею в виду западные призывы, так сказать, продолжать отменять Россию. Коллективный Запад, руководствующий своими эгоистическими соображениями, увязнув запредельной русофобией, которая привела их в тупик, в попытках сохранить ускользающие геополитические позиции, фактически самоисключился из реального конструктивного международного антитеррористического сотрудничества. Вашингтон со своими вассалами политизирует, блокирует необходимую совместную работу на этом треке и с ними нам не по пути. Со своей стороны убеждены, что только объединение усилий всех ответственных участников международных отношений позволит дать коллективный отпор глобальному терроризму. В этой связи продолжим наращивать сотрудничество как по двусторонней линии, так и в рамках многосторонних организаций с теми, кто руководствуется такими же подходами, в том числе по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, и мы хотели бы при этом отметить, что работники наших экстренных служб, служащие правоохранительных органов, простые граждане после теракта продемонстрировали сплоченность, единение, готовность выступить единым фронтом против этой угрозы. 24 марта президент России Владимир Путин заявил, что подобная реакция продемонстрировала зрелость российского общества и готовность твердо отстаивать свои интересы. Вы передадите то, что я Большое спасибо, обязательно ваши слова передадим. Спасибо вам большое. С нами ли портал Ньюсру? Здравствуйте, Мария, портал Ньюсру приветствует вас. У нас к вам три вопроса. Первый такой. Турецкие средства массовой информации сообщают, что Анкара передала Москве данные о нападавших в Крокусе террористах. Соответственно, какое содействие оказывает турецкая сторона в этом вопросе в распугавшем расследовании теракта нам, России? Вы знаете, я не могу комментировать ход следственных действий, ход расследования это прерогатив правоохранительных органов. Хорошо, спасибо. Второй вопрос такой. В Ереване, в Армении пройдет первый международный форум Армении БРИКС, посвященный экономическому сотрудничеству республики с этим объединением. И, соответственно, хотим вас спросить, как в Москве оценивают варианты сотрудничества Еревана с БРИКС на фоне его стремлений в Евросоюз? Вы знаете, насколько я понимаю, речь идет о неправительственном форуме, речь идет о инициативе неправительственных структур, которые посчитали для себя важным и интересным проведение такого форума в рамках, по-моему, очень актуальной темы, учитывающей еще и наше председательство в БРИКС. Поэтому мы приветствуем любую заинтересованность гражданского общества в различных странах, которые хотят вот без такого правительственного компонента стать проводниками интересных межгосударственных проектов на своем уровне. Это касается не только упомянутых вами тем, это касается, на мой взгляд, в принципе, нашего подхода и по другим трекам. Поэтому мы всегда только этому содействуем. если к нам обращаются неправительственные организации за помощью. А что касается, так сказать, как вы сказали, на фоне рассмотрения этой темы на фоне, так сказать, западного ЕСовского присутствия, вы понимаете, все, что будет идти на пользу народу Армении, конечно, может только приветствоваться. Главное, чтобы, как бы, понимаете, под овечьей шкурой вот этих всех ЕСовских песнопений, не скрывался, как всегда, кровожодный волчара или сублезубый тигр. Вот в чем проблема. Они именно так внедряются во внутреннюю жизнь, в экономические проекты, государства, которые только набирают темпы своего развития, находясь в демократическом транзите, являясь государственным развивающимся, именно под таким соусом. И в этом большая опасность. Ведь никто же не хочет отговаривать от того, что несет действительно благополучие, процветание. Главное, чтобы это процветание и благополучие были, а не какой-то очередной, неочередная попытка закабалить на веки вечные своими кредитами, поставить под услужение мирового капитала ТНК, изнутри разрушить сложившиеся вековые устои и традиции, которые составляют национальную культуру. И под призывами за все хорошее и вперед к развитию семимильными шагами не отбросить страну назад. Вот только в этом вопрос. А все то, что действительно пойдет на пользу, так всегда только можно приветствовать. Главное, чтобы польза была. Главное, чтобы это были не просто пустые обещания, ведь теперь Запад уже даже страшен не тем, что раздает пустые обещания и таким образом обманывает ожидания, а в том, что занимается подтасовками, занимается вот такими инсценировками и под видом обещаний благополучия на самом деле начинает пить кровь и потом буквально изничтожает то, что до этого было на самом деле благополучным и плодоносящим. Понятно, спасибо. И последний вопрос у нас к вам такой. Вот после теракта в Крокусе в России возобновилась дискуссия об отмене моратория на смертную казнь, которая действует на стране с 90-х годов, вот могли бы сказать, как по вашему мнению, сколько такая мера пресечения может быть эффективна именно с международной точки зрения в борьбе с международным терроризмом? Вы знаете, я считаю, что, во-первых, эту дискуссию внутри государства должны вести профессионалы, а во-вторых, на мой взгляд, сейчас людям, которые не являются непосредственно сугубо специалистами в этой области, стоило бы, наверное, подождать из уважения к людям, чьи родственники погибли или еще даже не опознаны, так сказать, участвовать в этой дискуссии, потому что она слишком болезненна для тех, кто сейчас переживает горе, она затрагивает сердца тех, кто оплакивает своих близких, и нужно быть крайне осторожными с их эмоциями. Поэтому, да, эта дискуссия должна быть сугубо для профессионалов в данном случае, именно потому, что, хотя у каждого человека должно быть и может быть свое мнение на этот счет, но нужно пощадить чувства тех, кто сейчас переживает эту страшную трагедию, и чьи эмоции на взводе, и кому мы сопереживаем, разделяя боль как свою. Поэтому есть и можно много говорить о международном сотрудничестве, и я обязательно вернусь к этой теме чуть позже, и есть и личные позиции у каждого из нас, и у меня тоже, но я вам объясняла, почему я хотела бы вернуться к ней и не отвечать на этот вопрос детально сейчас. Понятно. Спасибо большое. Спасибо вам. С нами ли сейчас посольская жизнь? Добрый день, Мария Владимировна. Да, здравствуйте. Вы знаете, вы ответили на наш вопрос, чтобы мы хотели выразить соболезнования от лица редакции и от себя лично, родным и близким, и пожелать скорейшего выздоровления. То есть, действительно, это трагедия, это большая трагедия. У нас все, и передать слово коллегам. Спасибо вам большое. Вы только будьте уверены, что ваш голос не утонет в огромном количестве других голосов. Вот это тот самый случай, когда хотя высказываются сотни миллионов людей на планете, но голос каждого чрезвычайно важен. С нами ли телеканал Баку-ТВ? Здравствуйте, Мария Владимировна, Натова, Смолны, Баку-ТВ. Ру. Также хочу выразить от своего имени, от имени нашей редакции соболезнования в связи с чудовищным терактом 22 марта. Благодарю вас. Мой вопрос о французском премьере Атале, который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес России, обвинил желание наказать Армению за присоединение к МУС, также за, по его словам, одобрение действий Азербайджана во время антитеррористических мер в Карабахе осенью 23-го года и раскритиковал российский мироторгический контингент. Выпады французской стороны участились, они стали резче. Вы знаете, я бы, видите, я прям вас даже перебью, я бы все-таки разделяла агрессивные выпады и влажные фантазии. Вот то, что вы сказали, это вторая категория. Ну и тем не менее они все чаще говорят на эту тему, сконцентрировали свое внимание на нашем регионе и вообще учитывая общий вот этот провокационный фон и террористическую угрозу в частности, как, на ваш взгляд, далеко могут зайти французы в попытках дестабилизации ситуации на Южном Кавказе? И какой будет в этом случае реакция масок? Вот тот самый случай, когда ни в коем случае нельзя экстраполировать, то есть нельзя наделять французов теми качествами, которые очевидно присутствуют у руководства Франции, политического руководства. Это точно я вам могу заверить. И мы это видим даже по реакции граждан Франции на те антироссийские заявления, которые позволяет себе Макрон. А они постоянно разные, вы же видите эти заявления Макрона. Иногда прямо противоречащие друг другу. Мы получаем отклики от граждан Франции, причем от людей, которым есть чем заняться. Это люди, достигшие немалого своей работы, своим трудом, своих сферах, которые говорят, что им стыдно слышать то, что несет их руководство. Понимаете, поэтому всегда есть, знаете, такой соблазн называть весь народ какими-то эпитетами из-за действий в частности Макрона. Но это не так. Я думаю, то же самое и в контексте ситуации на Южном Кавказе. Все заявления Франции, которые делают от имени руководства этой страны, даже не доводятся до сведений не то, что людей на их одобрение или неодобрение, а даже до парламентария французских не доводится. Их там тоже никто не спрашивает. Я просто хочу сказать, что наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Южного Кавказа. Если бы у Франции были такие возможности, то это государство применило бы их в тех странах, в которых у Парижа были контрактные обязательства. Мы об этом неоднократно говорили. Мало того, им бы там это сделать было с подручней учитывая, что они находились там десятилетиями, рассматривая эти страны как свои колонии, даже в постколониальный период все равно на уровне неоколониализма там сохраняли свои интересы. Там и язык привычнее, и контакты, связи остались, но что-то не получилось. Франция была обязана это сделать на африканском континенте, так как получала за это деньги. ее работа, ее присутствие там щедро оплачивалась. Французские миссии в этих странах с треском провалились. И не потому, что причиной стала политическая несогласованность, а потому, что Франция оставила своих союзников и партнеров, в чьих странах был размещен ее контингент не по дружбе, не по любви, но и по причине получения республикой прибыли. Понимаете? И они все это провалили с треском. Франция их оставила, набросила в самый критический для этих стран момент. И они срочно начали искать замену французскому присутствию, необходимому для обеспечения их экзистенциальных вопросов безопасности. Теперь давайте я не люблю, как вы знаете, вот эти перекрестные вопросы, когда представители одной страны задают регулярно вопросы про другую страну, но я раз говорю сейчас в большей степени о ситуации на Южном Кавказе в целом и будущее всего Южного Кавказа и мы берем сейчас и Армению, и Азербайджан, и страны соседи, потому что можно провести границы на контурной карте, но сложно их провести в экономике, в гуманитарной сфере, так вот возьмем в широком смысле Южный Кавказ, так вот его будущее является для Парижа лишь инструментом. Это просто разменная монета, один из способов поддержания собственного благополучия и сохранения своего ренома, в том числе на фоне и гибридной войны с Россией, и провалов на Африканском континенте. Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договоренностям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера. Ну как же так? На фоне провалов в экономике Европейского Союза, здесь, на Южном Кавказе, возможно же процветание, как же тут не навредить, так сказать, под видом оказания помощи. Это же классическая западная идеология. Кстати говоря, никто даже этого всего и не скрывает. Если бы истинная цель заключалась в мире безопасности, то Франция сделала бы все для того, чтобы договоренности, которые были достигнуты с 21 года между Азербайджаном и Арменией при посредстве России были реализованы. Но, как вы видите, они взяли противоположный курс. Спасибо большое. Вам спасибо. С нами Лия Верелк. Да, добрый день, Мария. Здравствуйте. Я бы тоже хотел от своего имени, от имени нашей редакции выразить соболезнования. У меня два вопроса, на один вы уже ответили, поэтому первый вопрос такой. Вот на днях российские армянские телеграм-каналы опубликовали факты поставок Азербайджаном оружия Украины. Причем, хоть Минобороны Азербайджаном попытался это опровергнуть, но, судя по материалам судебного решения Киевского хозяйственного суда по иску Минобороны к украинской компании Укрспецэкспорт, Азербайджан поставил Украине более 130 зенитных установок, артиллерийских установок. Причем, судя по всему, судя по российским телеграм-каналам, для этого использовался зерновой коридор. Да, они были поставлены на Украину морским путем Вот как вы прокомментируете этот факт поставок Азербайджаном оружия и то, что, возможно, Турция тоже в этом участвовала, так как только с его разрешением это оружие могло морским путем в рамках зернового коридора попасть туда. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что еще раз сказать, что очень люблю в кавычках вопросы перекрестные, но в данном случае они уравновешены, видимо, поэтому и отвечу. Я хотел бы во второй момент, я хотел бы обратить внимание на то, что все сведения о потенциальных поставках оружия киевскому режиму тщательно проверяются профильными российскими ведомствами, обсуждаются с нами, с теми странами, о которых идет речь, вы, наверное, видели неоднократно, мы это делали с целым рядом стран, обсуждали по двусторонней линии, когда не получалось донести эту позицию до партнеров кулуарно или по дипломатическим каналам, выходили в публичное пространство, предпринимали ряд мер на этом треке. Для нас это принципиальная тема, и мы в данном случае не будем делить государства и страны по никакому другому принципу, кроме одному. Из их действий произрастает угроза российским гражданам из-за их контрактных шагов и действий будет ли нанесен урон гражданской инфраструктуре и гражданам нашей страны, которые станут или могут стать потенциальными жертвами киевско-режимных террористов. Вот и все. Вы знаете, это для нас принципиальный вопрос. И поэтому все, что появляется в публичном пространстве, и, кстати говоря, не только в публичном, обсуждается нами с предельной тщательностью со всеми странами. И обратите внимание на то, что азербайджанская сторона официально опровергла упомянутое сообщение. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы находимся в тесном контакте и по этому вопросу, в том числе и с азербайджанской страной, как и со всеми другими странами. Ну, естественно, кроме стран Запада, которые декларируют о поставках вооружения не просто открыто, а гордятся еще ими. Но если речь идет о невовлеченности государству гибридную войну с Россией, но сообщения на этот счет о поставках вооружений появляются, мы отрабатываем каждое сообщение. Поэтому главное, чтобы вот про Армению такого нигде не появилось. Вот это будет просто дико. Так, если все, если у вас нет больше вопросов, то тогда идем дальше. С нами ли телерадиокомпания ОРФ из Австрии? Наверное, не с нами. С нами ли тогда Аль-Маядин? Да, добрый день. Здравствуйте. Вопрос такой. После террористической акции, в результате которой погибли дети, женщины и невинные люди, англо-саксонские СМИ пытаются или пытаются распространять ложную информацию об отношениях российских силовиков с обвиняемыми. Какие меры были приняты для разоблачения этих обвинений? Вы знаете, мы столкнулись с таким количеством о себе фейков, неправильных интерпретаций, предвзятого отношения, что ваш вопрос, невозможно ответить на него детально по каждому случаю. У нас есть рубрика антифейки, у нас есть информационные материалы на сайте, брифинге, где мы и дозавуируем сказанное, и в том числе предоставляем информацию, которая является опровержением просто потому, что предлагает фактический материал. Вот этим всем мы будем заниматься. Если вы хотите обратить внимание на какую-то конкретную публикацию или серию публикаций, скажите, присылайте нам, мы посмотрим. Если вы говорите в целом о западных публикациях, так за последние десятилетия вы мне не найдете ни одного западного издания, который бы на системной основе не продвигал антироссийские, как они говорят, нарративы. Я в силу работы читаю, смотрю западные издания, вообще нет никаких и никогда за последние десятилетия не было системных, нормальных, не позитивных, а просто нормальных, объективных, адекватных новостей из России, которые просто констатировали бы факты развития экономического подъема или спада кризисов или выхода из этих кризисов. Не было этих материалов. В западной СМИ не рассказывают о том, как у нас идет строительство, как идет строительство, я не знаю, жилья, как у нас развивается медицина, как у нас проходят международные и наши внутренние спортивные, художественные, гуманитарные мероприятия, как у нас проходят выставки, как у нас реформировалась система образования. Ничего из этого нет. Только все со знаком минус. Если про театр, значит какой-нибудь скандал. Если про искусство, значит про что-то, что с точки зрения Запада является отходом от их стандартов. Если прообразование, то только с точки зрения антигосударственных подходов и разрушения представления граждан нашей страны о собственном государстве с позиции патриотизма. И так во всем нет ничего, ни одного события, которое бы в западных СМИ преподносилось бы их аудитории в качестве нормального хода жизни с ее взлетами, падениями, проблемами, достижениями. Это и есть практическая прикладная русофобия. Поэтому данная ситуация, на мой взгляд, еще может рассматриваться плюс-минус как какое-то даже исключение, потому что западники нашли себе силы, хоть и не сразу, хоть и так или иначе под гнетом голоса мирового большинства, но выразить, начать выражать сочувствие и сожаление в связи с терактом и осуждать этот теракт в Москве. До этого, я прекрасно помню все предыдущие случаи, они всегда прямо на официальном уровне обвиняли нашу страну во всех грехах, а в средствах массовой информации вообще про сочувствие и сожаление не было ни одного слова. Поэтому для нас, к сожалению, мне кажется, ни одна страна в мире не сталкивалась вот с таким очернением себя на регулярной основе. Спасибо. Спасибо вам. С нами ли Сага, радио Сага Исландия? Да, добрый день, Мария Валентиновна. Здравствуйте. Позвольте соболезнования направить ведомству. Вы потеряли сотрудника Российской Федерации Русскому народу и всем более 200 нациям народностям Российской Федерации. Спасибо. В общем, вы ответили на мой вопрос, он был про фальшивый флаг, поэтому благодарю. Спасибо. с нами тогда русский вектор стратегического назначения. Добрый день, Мария Валентиновна. Здравствуйте. Также от имени редакции выражаем соболезнования родным и близким пострадавшим в теракте организованном США. У нас три вопроса. Первый вопрос. Будет ли Медроссия поднимать вопрос о смене посла США в России в связи с терактом? Сначала необходимо дождаться результатов расследования итогов следственных действий, после которых будут приниматься соответствующие действия правоохранительными судебными органами. Ну и, естественно, если потребуется, то и политические. Но только после того, как будет проведено расследование и наши правоохранительные органы опубликуют обнародуют соответствующие факты. Вот тогда будет и политическая реакция. Я хочу обратить ваше внимание на заявление президента Российской Федерации, который сказал, что расследование должно вестись без политизации, что нужно проводить расследование по всем канонам закона, права, юриспруденции и так далее. А политизации там не должно быть. Вот именно так необходимо к этому относиться. Политические шаги будут сделаны по мере необходимости после результатов расследования. Спасибо. Второй вопрос. Удалили ли сообщение от австралийского посольства, которое ставило под сомнение итоги выборов и территориальную целостность России? Будут ли какие-то санкции за такие выпады? Вы знаете, что касается сообщения, я не видела, было ли оно удалено. Я могу сказать, что посол, был не посол, а временный поверенный в делах Австралии в России был вызван в МИД 22 марта. Ему была определенно четко указана необходимость соблюдения Венской конвенции о дипосношении 61 года. Напомню, что статья 41 этой конвенции обязывает иностранных дипломатов уважать законы и постановление государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела. потребовали, чтобы действительно оно было удалено. И этот инцидент, это сообщение было удалено и для того, чтобы были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобного впредь. Так вот, я утром проверяла, оно не было удалено. На сегодняшний момент, вот на сейчас не могу ничего сказать, надо будет еще проехать. Но до на вечер 26 марта оно удалено не было и на утро тоже. Заявление австралийцев идет в контексте общей политики коллективного Запада по дискредитации и делегентимизации прошедших в нашей стране президентских выборов. Конечно, власти Австралии проявили небывалую прыть, решили особо отличиться, опубликовали эту позицию в социальных сетях посольства. Мы фиксируем подобное поведение и будем учитывать это в отношениях и с посольством Австралии и в целом с Австралией как с режимом. Такое поведение не послужит делу развития двусторонних отношений, которые и так максимально испорчены нынешними властями Австралии и продолжают деградировать по их же вине. Так что да, будут проработаны соответствующие шаги, в том числе и асимметричного характера. Спасибо. Третий заключительный вопрос. Постоянный представитель России в ООН недавно заявил, цитата, цели своего демилитаризации собственно Украины выполнены. На какой стадии завершения сейчас находится выполнение плана по демилитаризации Украины? Вы знаете, цели и задачи специальной военной операции были сформулированы, продекларированы и разъяснены руководством нашей страны. Именно руководство нашей страны и будет давать оценку степени реализации поставленных целей и задач. Спасибо. Спасибо вам. С нами Ли Голос Отечества. Здравствуйте, Мария Владимировна. Дмитрий Анатольевич Медведев в своем выступлении на молодежном фестивале сказал, что должна исчезнуть навсегда концепция того, что Украина это не Россия. Украина это Россия, сказал Дмитрий Медведев. Должны кануть в небытие попытки игнорировать общественное мнение, которое справедливо считает Украину и ее население частью общерусской цивилизации. Вот что будет МИД делать в данном направлении и может нужна какая-то помощь граждан России для реализации поставленных задач. Есть ли какие-то факторы, которые мешают это реализовать? Вы знаете, весь ваш вопрос следует адресовать Совету Безопасности Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, потому что коль скоро вы спрашиваете о той помощи, которую могли бы оказать россияне, тогда нужно, мне кажется, и услышать от тех учреждений, которые эту концепцию и такое видение декларируют, какие необходимы или какие ожидаются или какие нужны шаги по ее дальнейшему развитию. Мне кажется, абсолютно точно этот вопрос именно туда следует адресовать. А МИД как-то будет на это реагировать? А мы реализовываем, у нас президентская внешняя политика, у нас есть доктринальные документы, которые мы и реализуем. Конечно, мы реализуем еще и безусловно. Те решения, которые принимаются на НИВе внешней политики коллегиально и в рамках Совета безопасности, безусловно, все, что необходимо от МИДа, заверяю вас, делается. Спасибо. Это общий ответ, учитывая, что мы выполняем координирующую функцию в реализации внешней политики. А что касается конкретно этого вопроса, этого аспекта, это, конечно, я вас адресую к первоисточнику. С нами ли Большая Азия? Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Продолжение ужасного теракта в Крокусе. 25 марта региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества опубликовала на своем сайте заявление о солидарности с компетентными органами Российской Федерации и выразила готовность оказать любое содействие в расследовании этого ужасного теракта. На этом фоне, как вы оцениваете сегодняшнюю роль ШОС в борьбе с международным терроризмом и можем ли мы говорить о том, что значимость подобных структур, как региональная антитеррористическая структура ШОС в обозримом будущем будет только нарастать. Во-первых, я хотела бы выразить слова благодарности нашим партнерам по региональному антитеррористическому объединению структуре ШОС за их поддержку и готовность оказать необходимую помощь. Что касается Шанхайской организации сотрудничества, то она на сегодняшний день твердо закрепилась в качестве авторитетного и влиятельного многостороннего объединения, деятельность которого направлена на обеспечение мира, безопасности, стабильности, борьба с терроризмом и экстремизмом, как вы знаете, является одним из приоритетных направлений работы Шанхайской организации сотрудничества. ШОС вносит весомый вклад в развитие международного антитеррористического и антиэкстремистского сотрудничества. И в данной сфере у нас есть развитая договорно-правовая база и налажены эффективные механизмы сотрудничества, достигнуты важные, серьезные практические наработки. И особое значение имеют специализированные Конвенции ШОС по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они представляют собой такой золотой стандарт межгосударственного взаимодействия в этой сфере. И, конечно, прежде всего речь идет о принятой в 2017 году Конвенции ШОС по противодействию экстремизму. Она направлена не только на решительное купирование любых проявлений терроризма и экстремизма, но и на их широкую профилактику, предупреждение. Это первый в мировой практике антиэкстремистский межгосударственный договор, открытый для присоединения других государств. Он уникален тем, что наделен тем инструментарием, который нацелен на предотвращение радикализации общества под влиянием террористической и экстремистской идеологии, а также недопущение внешнего вмешательства со стороны недружественных стран и использование ими террористов и экстремистов в политических целях. Конечно, мы считаем важно продолжать совместными усилиями продвигать данную конвенцию в качестве опыта сотрудничества наших стран на направлении борьбы с экстремизмом, прежде всего, в организации имененных наций. Конечно, противодействие современным вызовам и угрозам безопасности требует принятие комплексных мер. Их невозможно решить без слаженного международного сотрудничества. В современных условиях это особенно важно, потому что, по-моему, реальность это доказывает со всей очевидностью. И Россия поддерживает активизацию деятельности ШОС в области безопасности, приветствует укрепление ее возможностей и развитие взаимодействия с другими странами, которые все больше проявляют интерес к данной региональной площадке. Если у вас все, я хотела бы спросить, если появился ли у нас в эфире представитель телерадиокомпании ОРФ. Если нет, тогда я с вами прощаюсь. Я благодарю... Извините. Мы переводим. Извините. Конечно. Я слушаю вас. Здравствуйте. Извините. Я просто должна была уехать на съемки. Да, конечно. Я вас слушаю. Извините. Мой вопрос, он уже был задан, но я могу еще раз спросить, уточнить, продолжает ли действовать сейчас между Россией, западными странами под какие-нибудь каналы по борьбе с терроризмом. Или все сейчас ими действует? Спасибо. Я хочу еще раз отметить, что до 2022 года у нас были с западными странами эффективные взаимодействия, работали соответствующие каналы. В том числе были и консультации регулярные по контртеррористической и антитеррористической проблематике. Консультации носили конструктивный. В общем, в целом, я бы сказала, деполитизированный характер. Они были эффективной площадкой для обсуждения и антитеррора, и других новых вызовов, угроз. Потом, после 2022 года, все эти форматы по инициативе западников были свернуты. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите о том, как это сейчас может быть или будет. Ну вот, а как можно себе это даже представить? Как можно выстраивать контртеррористический диалог с теми странами, которые, первое, заявляют о необходимости нанесения стратегического поражения России? Второе, призывают друг друга использовать для этого все методы? Третье, используют целые государства в качестве инструмента реализации этой агрессивной политики? Четвертое, перешли все рубиконы, сожгли все мосты с точки зрения морали, нравственности, собственных обязательств перед национальным законом и международным правом. Как можно с ними сейчас обсуждать чувствительные вопросы? Если у них есть желание поделиться с нами информацией, мы всегда ее с благодарностью примем. Если у них есть реальное желание реанимировать это взаимодействие, тогда стоит начать с того, чтобы проинвентаризировать собственные подходы и прекратить создавать новую террористическую ячейку, теперь уже в центре Европы. До этого было Косово, теперь еще ну просто масштабы другие. Теперь они используют для этого Украину. Вот это их будет реальный вклад в контртеррористическую борьбу в мире. Прекратите поддерживать террористический режим Зеленского. Мария Владимировна, можно Валерий Лебедев в журнал вместе. У меня просьба. Конечно. Многие наши патриотические соотечественники, многие честные граждане Западной и Центральной Европы просили прямо передать, что глубоко и искренне скорбят вместе с Россией и ее народами, верят и убеждены Россию и ее народы запугать невозможно. А тот справедливый мир в авангарде борьбы, за которую выступает Россия, все ближе. Мы вместе, вместе мы сила, непобедимая сила, победа будет за нами. И вот это меня просили прямо передать. Я вас благодарю, я благодарю всех участников сегодняшнего брифинга за слова поддержки России, российскому народу, слова безоговорочного неприятия туристических методов. Еще раз повторю, это чрезвычайно важно для нас и это чрезвычайно важно для нас всех. Спасибо вам большое и до следующей недели. Благополучия. Спасибо.